Так, ну что, я рад вас всех приветствовать на этой встрече. Встречи друзей, встречи партнеров, инвесторов, участников проекта «Дуинова». Нам один год с начала финансирования проекта, эта встреча будет посвящена именно этому мероприятию. Она вряд ли будет сильно отличаться от всех предыдущих встреч, что у нас были. Кто у нас уже был на встрече? Отлично. Ну, судя по тому, что приехали второй раз, вроде все хорошо проходит. Вот, смотрите, я понимаю, что у нас примерно на минуту на 10 люди будут задерживаться, поэтому в основную часть сейчас небольшое вступление сделаем. Я расскажу о тайминге и кое-что мы с вами сейчас мероприятие проведем. Значит, начинаем мы в 14.00 сейчас. У нас здесь в зале будет 3 часа. Рабочих у нас будет 6, то есть мы до 5 здесь именно. Дальше у нас кофе-брейт примерно на час. Плюс параллельно можно будет пойти покататься, фотографироваться и так далее. Кто приехал из-за этого сюда, а кто из остальных людей? Так, да, если честно, я уже покатался. Все работает, поэтому все хорошо. Значит, выступит Паша Филиппов, он коротко расскажет опять о презентации, потому что а кто вот, можно здесь, потому что кто первый раз пришел туда, кто хочет услышать, отлично. Кого-то сильно, опять же, привели, да, вот здесь такие люди, кто вообще не рад, и рад только тому, что там жалко, а здесь прохладно. Да, и что это в Сокольниках, потому что здесь можно погулять. Мы стараемся проводить мероприятия в таких местах, в Гэнхар, в Сокольниках, потому что приятное должно с полезным, да, где-то рядом быть. Соответственно, Паша расскажет о презентации, о презентации проекта, то есть там быстро вообще идет вкус дела, чтобы вот всех уравнять. Расскажет о том, что было сделано за этот год, технические части в деньгах, в инвесторах, в любви конкретно. Дальше расскажу я о наших планах на следующий год, потому что реализация проекта занимает три года финансирования именно. На второй год, что нас ожидают, какие-то введения, какие-то цели и так далее. После этого будет техническая часть выступления Женя Дуйнов, еще наши участники, есть команды, кто занимается разработкой, вы их уже все видели в новинком роликах, просто лично познакомились. Вот, соответственно, потом немножко про партнерскую часть мы поговорим, и про то, что дальше делать. Соответственно, что я предлагаю сделать сейчас? Кто занимается криптовалютой? Кто знает, что это криптовалюта? Кто из этих, кто поднял руку, знает канал 10 Долларов Батита? Вот, это наши хорошие друзья, близкие там, Артем Квапок. И вот мы у них были на мероприятии, они их шестую разыгрывают. Вот, и на этом мероприятии нам очень понравилось одно, как бы одно действие, которое изменило вот это вот состояние в зале, такого холода и такого вот недоверия какого-то, новички такие вот сидят, такие вот. А они привели очень классную вещь. Они рассказали, что очень много тёплых, дружеских и конструктивных отношений завязывается на мероприятиях. То есть, вот вы пришли сюда, ну, наверное, как это связано с этим устройством? Как это связано с электротранспортом? Как это связано с крабной вестингом? То есть, вы всё-таки из подрасти из этой. В той или иной сфере больше, чем люди мимо проходящие. И, как правило, в таких сообществах глупо не воспользоваться этой возможностью для того, чтобы найти там друзей, партнёров, просто познакомиться как-то и так далее. Вот. И я сейчас хочу привести такой небольшой активность между вами, чтобы немного сплотить их. Значит, сейчас у вас будет где-то 10 минут на то, чтобы познакомиться с 5-ю людьми, ближайшими симпатичными людьми, кто вам понравился. С 5-ю людьми познакомиться, узнать имя, откуда, чем занимаются. Каждый друг с другом. Соответственно, потом где-то 5-6 человек из вас, по одному человеку в команду, выйдут сюда и расскажут про свою команду. То есть, почему вы должны... В общем, мы приготовили призы. Приз – это будет одна... В общем, один платёж по вашей текущей рассрочке. И вот вы выйдете сюда, и каждый расскажет, почему приз должна получить ваша команда. То есть, вы знакомитесь, друг про друга узнаёте, выходите сюда, 5-6 человек, у меня несколько вызовов, кто захочет. И, соответственно, делитесь информацией о вашей команде, и объясняете, почему мы должны подарить этот приз вам. Договорились? Я понимаю, что это некомфортно, и это нормально. Наша задача сделать так, чтобы дальнейшее пребывание здесь для вас было комфортно. Время у нас сейчас 7 минут. Мы делаем это до 15, то есть 8 минут. Начали. 5 человек для ноги с пятёрки. Да, вы можете встать, необязательно сидеть. Давайте. Пять человек, команда 5 человек. Сергей, у меня уже больше. Друзья, идите с нами, здесь и с нами. Другие какие-нибудь сентября в зале. Все должны выключиться. Все должны выключиться. А теперь, ребята, ищите. Вы будете в полном трансляции, велики, в катамаре, велики, 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 велики. Давай, давай, во всяком садитесь, и за усадитесь. Так, да, присаживайтесь. Успогаемся, успогаемся. Как вас зовут еще? Милые дамы, где ваш участник? Саша, чем? Так, как у вас много... Да, когда все, последнее, надо просто по короче, по полминутке я хочу. Так, давайте поаплодируем еще раз вашим самым смелым и ответимым. Спасибо, друзья. Ваша задача сейчас подорвалась за этот приз. Выиграть его. Еще раз напоминаю, что приз — это оплата одной расстройки всех участников команды. То есть тут две участников, а пять, если не правильно объясняю, поясню. То есть каждый участник получит оплату одного месяца за расстройки. Так, значит, у вас 30 секунд в течение минуты. Вы должны ответить на вопрос, почему именно вам должны мы подарить этот приз? Пожалуйста, имя. Да, короче, имя. Александр. У нас команда очень разнообразная. Я начальник участкового завода. Вот, у нас в группе биоэнергетики, генеральный директор проекта технологии. Блоги. Пассажист. Вот. В общем, мы посчитали, принесли в проект порядка 26 тысяч долларов. Вот. И еще люди, которые у меня находятся в группе, хотят привлечь людей в Сочи. Так что мы еще будем привлекать и привлекать людей. Рассказывать всех. Вот. Зашли нас 3 человека, получается, из группы на первом этапе. И с вас вы купили пакеты. Вот это 10 тысяч долларов. Вот. Остальные просто очень. Так. Отлично. Поаплодируем и передаем награду. Здравствуйте. У вас в команде немножко больше 5 человек, 7, но все в группе тысячи давно уже проехали. Есть специалисты в этой области, молодые обучающиеся, есть такие, которые в этой профессии более 30 лет, есть строители, есть менеджеры, то есть готовые команды для запуска любого производства. Отлично. Спасибо. Давайте имя, да? Здравствуйте. Владислав, меня зовут. Я сам из Москвы. Команда у нас вот еще 5 человек. Один человек из Красноярска, из Зеленограда и два из Москвы. Надо обязательно нашей команде дать, поскольку я сюда пришел погулять и легко пропеть. Я ничего не знал о этом проекте. Я поражен, очень приятно. Восхищен, поражен. А вот все наши пятерки, вот остальные, они все участвуют. И в тысячнике, я так понял. Я только сейчас в интернете стал искать информацию, пока сидели. Несколько приняло решение. Поэтому... А, да, вот я еще, понимаете, за прошлый год, приятно все эти пильты, какие у меня есть в Москве, потерял там тысячи, тысячи. И все эти пильты, все эти разные. Поэтому обязательно надо в нашу команду подъезжать. Все эти пильты, которые теряются. А вот какие люди побежали, которые теряются? Вы теряете, не делаете. Вы теряете, не делаете. Вы получите очень много. Правильно? Я, Москва, с командой 35 человек поверили в этот бизнес. То, что мы смелые, мы сильные, мы вот как в сериале находим. И у меня в команде молодцы девчонки, кто пришли. Три, шесть, двенадцать, двадцать миллионов фактов взяли. Понимаете? Да, про участников, про участников команды. Давай именно здесь. Про участников команды, которые здесь находятся. Приехали по такой жаре разных возрастных категорий. Потому что поверили в этот бизнес. Потому что с первого дня поверили в бизнес экономный. И идет как противостояние. Потому что, ну, я не буду говорить про политику. А то, что на самом деле все для народа, все лучшее. Отлично. Почему вам должны подарить? Почему вы должны получить подарок вашей команде? Прям два слова. За то, что поверили в Дуюнова. Отлично. Поверили. И про сацию. Вам. Дальше. То, что мы рисковали. В самом начале. В самом начале. В первом этапе. Мы, ну, в город, конечно, рисковали. Риск полунородной деятельности. Отлично. Время. Время. Дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Меня зовут Галина. Я представляю команду «Чисто женскую». И объясню, почему мы именно претендуем на главный приз. Я считаю, что женщины – это украшение всегда. Всего мужского коллектива, которые представляют чисто деловые какие-то вопросы решают. И ни для кого не секрет, что все мужчины совершают подвиги ради женщины. И поэтому я думаю, что наша команда, ну, как бы показатель того, к чему стремятся мужчины. И еще. В нашей команде представители таких профессий, как индустрия «Чисто женские красоты». Люди искусства, преподаватели. То есть мы обязательно какую-то пользу внесем. И просто ловим «Красота спасет мир». Ура! Отлично! Отлично! Всем привет! Мы уже не подсмотрели. Так получилось, что я представляю самую сильную команду. Мы первопродосы. Мы пошли в проект еще больше года назад. Это был май. То есть еще до первого этапа мы поддержали этот проект. Мы находимся все в клубе «Тысяча». Я нахожусь в клубе «Сто». То есть в нашей команде есть также еще и разработчик, который собирает эти мотор-колеса. Который делает «Горыныч». То есть я думаю, что мы заслуживаем этот приз. Отлично! Удачи! Здравствуйте! Меня зовут Владимир Владимиров. Я за полчаса где-то показатель группа, познакомился с несколькими людьми. И в принципе расскажу о них всех. в чем они занимаются. Первый – это Николай. Он специалист у нас в сфере трибологии. Это наука от времени. Он разработал такую вещь, которая рядом даже не стоит супротека, но все такое. То есть благодаря его жидкости движки бегают. Второй человек – это у нас Павел. Он автоэлектрик. Он столько автомобилей переделал. Наверное, каждый столько не видел в жизни вообще. Это тоже причина, по которой мы должны победить. Так. Потом есть у нас такой человек – Алексей. Он вообще геофизик. Он изучает скважины. Весь север объехал за последние несколько лет. Всех скважин, которые вылили, короче, во всех он побывал. Это реально причина. Я как бы человек скромный. Меня Вова зовут. Я просто занимаюсь ремонтом. Телефон и кнопку. У нас электрический велосипед и самолет. Отлично. Ну а причина, конечно, которую мы должны победить – это Олег Игоревич. Вот. В нашей команде это человек серьезный. Он специалист в стиле недвижимости. Вот. Проектирует ее. Помогает, консультирует людей, говорят, приобрести. То есть многим людям помогут. Вот. Все почти зашли на первом этапе, ребята. Все активные, как бы. Отлично. Мы хотим, конечно, обижать официант, но наша команда оказалась лучше. Отлично. Дальше. 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 Меня зовут Сергей. Я являюсь представителем многонациональной команды «Дуэнова». У нас есть представители из Белоруссии, из Германии, из Башкеттостана. И вы сами понимаете, что развивать надо компанию-проект во всем мире и во всей стране. То есть мы готовы пойти на это. Наша команда готова к этому. И мы будем этим заниматься и продвигать проект. И делать его многонациональным. Отлично. Как раз о чем сейчас будет речь. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Наша команда организовалась буквально за последние 8 минут, которые нам были даны. Значит, наша команда называется «Ассорти». Но, как ни странно, за вот эту наша команда вместо немалую лепту. Потому что у нас здесь общее вложение порядка где-то 45 тысяч долларов. То есть все участники нашей команды входят и в сотню, и в тысячу. Вот. Присутствуют, значит, люди из Москвы, из области московской, из Тульской области. Есть из Алтайского края. Вот. И, в принципе, это очень разношерстная у нас команда. У нас есть айтишник. У нас есть инженер-электронщик. Также у нас есть токарь. Фактически мы можем своим участием помочь команде и помочь ему проекту. То есть участвуя непосредственно в разных частях. Отлично. Время. Дальше. Здравствуйте. Я представляю команду из Обнинска. Это Калужский регион. Значит, мы зашли также все на предстарте. Все в июне. Команда огромная. Я не знаю, сколько там денег. Больше 100 тысяч, больше 500 тысяч долларов. Но почему мы должны выиграть? Обнинский, встаньте на секунду все. Вот смотрите, 8 человек, да, там, или сколько. Кстати, где Игорь Сатаонов? Я не знаю. Здесь, здесь. А, ты здесь. Вот он тоже Обнинский, да? Садитесь. Девушка у нас гуляет по парламенту, честно. Вот все, кто стояли, это все строители. Одни строители, среди них трое, без пяти минут клуб встанк. То есть они вот сегодня говорят, мы получаем бонусы и платим. Вот поэтому, значит, вот. Одни строители, в основном, во всей Обнинской земле. Отлично. Мы едины, поэтому нам надо приз. Отлично. Дальше, следующее. Здравствуйте. Меня зовут Олег Комиссаров. Ну, я считаю, что наша команда, ну, просто выбора нет. Она самая лучшая, по простой лишь причине. Тут человек говорил, что у него команда многонациональная, то есть и в Германии, и в России. Ну, у нас получается, что мы практически тоже все и из Казахстана, и из России, из Москвы. По Москве могу сказать сразу, в связи с тем, что, как вы знаете, у нас предстоит большое строительство. Ну, вы понимаете, что стройку доверять неизвестно кому нельзя. Правильно? Вот. Значит, вот у меня в команде есть человек. Вот он сидит. Он сам москвич. То есть далеко не надо никуда ходить. Телефон набрал и все. Вот. Он занимается непосредственно строительством крупных объектов по всей России. Ну, такие как ГЭС, крупные заводы. То есть, на сколько миллионов примерно должно обойтись нам строительство? Грубо. В цифрах. Кто же вам скажет? Я сейчас не готов. Вот. Все поняли, да? То есть очень дорого. А когда очень дорого, неизвестно кому доверять нельзя. Вот. Но вы поняли. Поэтому, естественно. А когда свой человек еще в нашей команде, то есть здесь, то это... Ну, можно, но не могу. Ну, пожалуйста. Сейчас вот тут девушка очень хочет сказать. Вы знаете, я во многих бизнесе была. И что вот сейчас радует? Ни в одном бизнесе я не видела большую половину мужского пола. Всегда везде женщин будет. И правда? Да, да. Ну, потому что хочу заключение сказать, что эта компания есть, будет. Она уже существует. Потому что здесь сильный пол. Самый сильный пол. Мужчины чувствуют, да? Не рекомендую. Мужчины. Это вам эффект. На самом деле. Это очень радует. Правда? Спасибо. Спасибо. Это однозначно. Да, я абсолютно согласен. И поэтому я считаю, что женщин, конечно, мы тоже возьмем в нашу команду. Никогда не откажемся. Спасибо. Да. Да. А кто еще? Кто еще? Все, да? Все? Да, все. Так. Поддержите вы себя. Значит, смотрите тут. Друзья. Ну, вот. Теперь надо выбрать победителя. Давайте тогда проголосуем, да? Давайте аплодисментами просто. Это не пнёска. Нет. Надо пробовать. Так убиралась команда. Да-да-да. Вытащите. И индикаторы, которые уже не будут добиться. Как еще раз? Бросят жереби. Бросят жереби. Бросят жереби. Сколько у вас человека? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Одиннадцать бумажек. На одной напиши победителя, кто вытянет. Ну, все вы молодцы. Пока Паша это делает, он находит одиннадцать бумажек. Паша, сделай, пожалуйста. Смотрите, что сказать. Много же, да, всякого уходит в интернете про всякие проекты, да? Многие где участвуют, да? И многие считают людей, участвующих в таких проектах, ну, не очень-то умными. Молодежью, мамутиками, которые типа ничего не понимают, да? О чем сейчас говорили эти люди? Инженеры, различные строители, то есть, ну, это люди, ну, умные, с высшим образованием, технических специальностей. Я не вижу тут среди вас такие какие-то потерянные глаза, знаете, вот, которые не понимают, ну, приходят, да? Много, говорю, разных проходит процессов, много разных мероприятий с разными целями, да? И непонятно, кто, и, ну, это же люди из вас высшие, да? Ну, непосредственно, кто здесь находится, кто участвует в этом проекте, и, то есть, на каком уровне принимаются решения. Поэтому, смотрите, если сейчас у вас один... Мы соберемся с вами, давайте, может, ну, после перерыва объявим победителя, то есть, что, а сейчас давайте начнем основную часть, до этого громко наполним аплодисменты. Аплодисменты, спасибо большое участникам, и давайте начнем. Всех приветствую, скажите, меня хорошо сейчас слышно? Всех, да? Ну, как-то, да? Отключайте микрофон. Друзья, пока Паша получает презентацию. Тут короткое вступление. Один из наших участников просил нашей поддержки. У супруги, да, твой день рождения сегодня? И давай, подскажите. Подождите, пока не хлопайте. Меня супруга отпустила. Конечно, обиделась немного, но вот, чтобы сглазить ее обиду, сглазить обиду ее, я хочу попросить вас поаплодировать ей. Я очень сильно благодарен, и я вот приехал, чтобы прокатиться на нем. Я думаю, вот кто приехал сюда ради проката, вот на нем по катушке, поаплодируйте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья. Наталья, я предполагаю тебе днем рождения. Немножко волнусь, большая рубрика, впервые выступаю. Я тебя очень люблю, и люблю я тебя именно за такие моменты, когда ты прощаешь меня за такие поступки, которые импровизировано у меня получается, и я не могу прийти домой, допустим, в назначенное время, и сделать что-то еще. Это, я считаю, лучший как бы плюс женщины, когда она прощает мужчину вот за такие нелепые поступки. Спасибо тебе. Люблю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто меня не знает, скажите, в руку поднимите. Все, да, знают практически. А скажите, а тут есть те, кто вообще не понимает, что он тут делает, того притащили, сказали, посмотри, обязательно, что-то здесь будут рассказывать, вы не знаете, что проект до иного, то есть вы можете отнести вообще, в принципе, к новичкам. Я тут как бы руку вижу. То есть я спрашиваю того, что нужно ли сейчас провести некую годную презентацию минут на десять, да, чтобы было понятно, чем здесь занимаемся, или в этом нет смысла? Нет. Нет. А это не нужно, да? Хорошо. Да. Верно, что я вопрос сам зачем-то задал. Тогда мы с вами сразу сделаем так, что перепрыгнем, если бы слайд. Это наша стандартная презентация, которую мы делаем каждый вторник. Я знаю, что многие смотрели видео много-много раз, вот поэтому 101 сегодня буду без него. Ну что, друзья, тогда предлагаю сразу идти к тому, ради чего мы здесь все собрались. Это, собственно, первый год финансирования проекта Дульнова завершенный, и я предлагаю тебе поаплодировать. Собыйтие действительно очень яркое, и для меня это было ожидание, то есть для всех, кто этот проект начинал, с самого начала, когда кто-нибудь сам начальник подключался, не было каких-то страхов, что с проектом может быть что-то не так. Но многие, конечно, говорили, что еще на брошенной конференции, которую мы проводили ровно год назад, через несколько недель после старта краудинвестинга, они говорили о том, что самый большой риск у данного проекта на тот момент, это то, что он просто не пойдет. То есть, да, в первые несколько месяцев действительно будет какое-то движение, потому что достаточно большое количество человек напитало за Дульновым еще до того, как все это, весь проект начинает финансироваться. И, наверное, то, что эта масса быстренько уйдет, и дальше все такое становится. Как видите, такого не случилось, проект очень бурно развивается. Несмотря на то, что прошел год, и сделано очень многое, все же мы еще в самом начале пути, потому что строительство еще не началось, да, прибыль еще не получали, всю разработку не сделали, поэтому все самое основное мы перекладывали уже на этот год. Ну, так это и планировалось, то есть, конечно, за год реализовать все, что задумано, это было, в принципе, невозможно. Но, что стоит отметить, реализовано было гораздо и гораздо больше того, что планировалось изначально. Те, кто был на прошлой конференции и помнит, о чем мы говорили, знают, что мы даже не говорили о том, что вы уже в этом году будет лаборатория. Потому что это казалось неосуществимым в тот момент. И, то есть, даже не говорилось о том, что мы планировали, сделали и так далее. Но на данный момент она уже есть. И те, кто сами из проекта следят, знают, что на данный момент уже перерасчеты первых двигателей идут. Вот. И как раз мы сейчас в Дмитре Александровиче часто бываем, видим, как вся команда работает. Это, конечно, видно какой-то классальный труд, когда я вот на последнем вебинаре тоже говорил. Те, кто хотят прийти в Зеленоград, вы просто увидите, что там нечего делать, потому что с вами даже не видно, кто будет кому-то пообщаться. То есть, нас в институте ждут, когда же ответят на вопросы. Ну, там разрывают все стороны. Ну, работает действительно очень много. Хорошо. Давайте это сделаем в следующем огне. Скажите, кто, какое событие, вот на фоне слайда основные события года, текущего, первого года финансирования. Какие, на ваш взгляд, были самые главные события, которые в этом году свершились и которые дали такую большую ключевой рывок проекту? Кто хочет сказать? Стесняетесь? Лаборатория. Договор инвестиционный лентинга? Нестонный лентинга? Да. А, признание технологии Китая. Гарантии. Гарантийное письмо. Гарантийное письмо. Внедрение языков во лапочку письма. Все важно? Да, действительно. Все важно. Вально все. Согласен. Вот есть такие ключевые точки переломные. Вот сейчас они все были названы, но из того, что я бы сходу еще отметил, это, конечно же, запуск тех же личных кабинетов, поскольку не все знают, что когда проект Uyono планировали запускать, было сначала не очевидно, что для такого проекта была, собственно, большая краудинвестиция в платформе. Была идея первоначально именно сделана на обае существующей, потому что достаточно платформ-много. Но достаточно быстро было понято, что это невозможно реализовать и на своей платформе, поэтому первое ключевое событие, которое я бы отметил, это, конечно, то, что нам удалось сделать полуфункциональный личный кабинет, который работает, который работает исправно, и я постоянно общаюсь в плане технической поддержки, я знаю, как, что он говоришь, что периодически, конечно же, обращаюсь к людям по практически за проблемой, от этого невозможно избежать, вы должны понимать, у нас на данный момент 65 тысяч пользователей. Это огромное количество, это очень много. И, кстати говоря, он тоже немножко опережает ведущие события. Вот у нас здесь в зале, по сути по стульям, мы еще доставлены стулья, я думаю, это около 400 человек. У нас, примерно, сколько же каждый день в проекте инстрируется? Вот сколько сейчас в зале народа? Видите, каждый день столько людей включаются в проекте и все, как мы все умыруем. Это, кстати, тоже того, что удалось за счет заботы. Из таких ключевых событий, конечно же, это смена этапа, но смена этапа также будет привязана тем самым к природным точкам. То, что я бы хотел ответить, конечно же, о чем мы постоянно говорим, это и лаборатория, это и обыдный участок, который фактически завершен, это и стендовое оборудование. Есть вообще кто-то, не знаю, для чего эта лаборатория строилась, что за лаборатория, непонятно, какая-то пыдухка участок. Не стесняйтесь, кто-то стесняется, знаете, кто иногда, когда на каких-то конференциях приходишь, не хочется убивать. Дело в том, что действительно, то, что сейчас уже сделано, то есть осталось последних штрихи на участке, это то самое будущее предприятие, которое будет строить Волобушево. На данный момент оно уже, опять-таки, практически реализовано миниатюре. И это говорит о том, что проект уже после совершения стадии сможет принимать первые заказы, выдавать первые документации и уже может подпидывать проект еще и скрибли. Это тоже такое событие, которое за год вряд ли кто-то ожидал этого, но действительно проект вышел на возможность зарабатывать деньги самостоятельно и поддерживать себя даже без притока новых инвестиций. Это, конечно, наверное, одно из самых вообще важнейших вещей, которых я обычно людям рассказываю, когда есть на какой-то проекте. Гарантийное письмо тоже очень важная вещь, поскольку нужно всегда помнить, что сомневающихся технологий сейчас их практически нет. очень простые люди, которые не разобрались, потому что когда есть факты, когда есть цифры, когда есть патенты, когда есть там более ста инвестиционных обмотчиков, которые проверили технологию уже на практике, делают это не первый год. Говорить о том, что технология не работает или о том, что не сомневаюсь, что она кому-то нужна, это уже просто глупо. И один из самых больших страхов людей это то, что я сейчас проинвестирую, а потом через год этот проект не сможет потянуть в себя, не сможет привлечь необходимое количество инвестиций и так далее. И этот главный страх компания прошла, потому что есть договор, согласно которому одна из крупных компаний обязуется строить будущее предприятие, которое планирует строить по Алабушу. Ответ, кстати, по Алабушу мы надеемся уже получить через несколько недель. Даже была идея перенести данную конференцию, чтобы уже была информация по Алабушу, чтобы мы решили это не делать. Лучше еще одно будет делать с его компанией. Это, конечно, тоже все очень важно. Все, что касается Алабушу, заявка действительно сделана, заявка холодна, теперь мы ждем ответа. Многие тоже спрашивают, а что будет, если сейчас мы не получим, не получится войти в Алабушу, что получается в заводном настроенном предприятии. Здесь переживать не стоит. Да, действительно, это, совершенно так, на несколько месяцев план сдвинет, но поскольку заявка основная уже готова, для того, чтобы попадать в заявку в другую экономическую работу нужно будет, конечно, далеко переделать. Но, там, большая часть работы уже сделана. То есть не нужно будет стоять переписок, а мы сейчас там полугода все готовить. Это будет гораздо, гораздо проще. Поэтому, я знаю, что многие тоже за это переживают. Поэтому, то, что все готово к преступлению, в особую точную зону для начала строить, это тоже большое важное событие, конечно. Что касается перевода на другие языки. Это тоже очень, очень важно. И мы говорили о том, что это будет флагманное развитие и это будет флагманное развитие в во втором году жизни проекта, именно выход на зарубежные рынки. Сергей, если вы нас чуть-чуть попозже об этом расскажем, по цене, на следующий год. Говори, из того, что вы называли, я все сказал, да? Больше того. Ключевые точки все. Или, конечно, кто-то еще помнит из того, что я не называл. О чем мы говорим? О нас в конце концов. Проект проект. А, то есть это когда электрическое объединение? Нет. А, да. Ну, это тут пара, да, все околан ушло, все один к одному. Ну, конечно, институционный договор, очень, скажем так, мы все рады, я думаю, что рады все есть присутствующие. Потому что институционный договор готов, он сделан. И на данный момент, юридическая схема, она завершена. Но, как я говорил, что я тогда-то тоже, это не такая вещь, которую ты сделал один раз и забыл бы ее. Потому что запрознанность меняется постоянно. И как только даже, я тогда тоже рассказывал на вебинаре, только мы все завершили, когда была презентация вебинара, и через день нам юристы присылают новые международные правила по охранению и присыланию данных. И опять нужно было там несколько вещей менять. Поэтому договорный ремонт очень будет доделаться, будет корректироваться от те стандарты международных, которые постоянно вводятся. Так что этот процесс не единовременный. Так что будем над этим работать. Ну что, перейдем к самому интересному. Конечно, цифру. Не хочется включать эту штучку. 65 тысяч участников запрестированы в личном кабинете. Это действительно очень много. Вот сейчас сравнить. Это можно сравнить с небольшим городом. 65 тысяч человек, не знаю, стадион там футбольный, кто столько помещает, да? Но концерты, например, олимпийский собрать, чтобы понимали, там, это весь олимпийский 5 тысяч человек. То есть огромный-огромный, просто тысяча людей. Это очень большое количество народа. И даже здесь находится там 300-400 человек, а уже кажется, что много. Из них 5 тысяч человек являются инвесторами. Это те, кто более 5 тысяч, вот на слайдах везде более, то есть у нас уже более 6 тысяч. 5 тысяч. Более 5 тысяч инвесторов. Более 300 миллионов причемных инвестиций. И более тысяч инвесторов. На самом деле у нас на данный момент порядка, практически, 2 тысячи пользователей так или иначе являются партнерами и получают публику партнерского возрождения. Но здесь мы говорим только про активность. Активность, у которых это не похоже на них, не случайно. Которые именно работают по данным направлениям. Кстати говоря, 300 миллионов опять, много это или мало? Как вы помните, на той конференции, на прошлой фоне, ровно год назад, мы говорили о том, что цель в этот год собрать 60 миллионов. То есть собрано 300, 150 в этот раз больше. Это в 5 раз. То есть в 5 раз та цель, которую мы ставили на прошлой конференции, была перевыкнута. Но это много. Я думаю, что даже те, кто амбициозно верил в проект, не думают, что таких результатов удастся достигнуть только за первый год. Еще немножко статистики. Как я уже сказал, порядка 300 человек в день регистрируются ежедневно в наших личных кабинетах. И это не боты, то есть это не на площади, там смысла никакого нет. Все это работа партнеров, работа в интернете. 30 человек, это официальный зал, который здесь находится, регистрируется, в каждом из СС, проекты в СС. 5900 пакетов на данный момент инвестиционных приобретено. И обратите внимание, тоже очень интересная цифра, что только тысяча из них была приобретена единовременно. И 4900 пакетов было куплено в рассрочку. Это, кстати, есть такие люди, которые говорят, я не хочу эту рассрочку, у меня есть деньги, я лучше саму сразу оплачу. Как видите, рассрочка действительно людям нравится, большинство людей, и именно этот инструмент они используют. Дальше про цели, Сергей, я думаю, ты, наверное, расскажешь, про цели на текущий год. То есть мы сейчас оберем некие итоги года, который уже прошел, и теперь вопрос о таком, а что же дальше, да? То есть какой следующий шаг, именно на то, что мы через год здесь все вместе с нами собрались также и смогли сказать, сделали ли мы то, что мы планировали или не сделали. Вот сейчас Сергей об этом также расскажет. Да, Паташа, спасибо большое друзьям, я понимаю, что вот эта часть с этими цифрами, да, вы уже часто ее слышите, она, возможно, не так вам интересна, да? Часть про технологию, про техническую часть у нас вот идет, например, после моего выступления, но отчетная встреча, она как бы томная и отчетная, что мы подводим в итоге в ведущую и ставим цели на будущее. Вот эти вот цели, которые Паша сейчас рассказывал, мы когда начинали, мы еще сами-то не знали, если честно, насколько оно быстро пойдет и пойдет и вообще и так далее. Поэтому прогнозировали, ну, так скажем, не основываясь на факту. Сейчас мы имеем результат, мы имеем много друзей, всех участников, здесь подтверждение. Соответственно, и нам нужно сейчас как-то вам показать наше видение, ваше видение. То есть, вот, знаете, когда ставится какая-то цель, такая большая, не знаю, поставить предприятие, оно в каком-то случае, ну, творческое такое. То есть там много процессов, не видно точного пути действия. Потом эта большая цель, она берется и развивается до маленьких шагов, то есть до механических шагов, это простые. Я здесь, кстати, учился в компании «Бизнес-молвозь» в 2014 году, мы здесь вот сразу нашли в свой стол, и вот я сидел там. Тогда, ну, все это было задумано, вот от краудинвестинга, после того, как я отучился. Вот. И там было то слово «декомпозиция». Декомпозиция, то есть это разбивка большой глобальной цели, которую сделает как-то непонятно, до каких-то конкретных, понятных, маленьких шагов и основанных на неких тестах. То есть мы попробовали работать, значит, повторяем сколько-то раз. Вот. В чем выражается, потому что не тем, на цифру нет уже у нас, да, никаких? Ну, по прощеркнули, по презентации, по сравнению, помню. Какие планы? Значит, следующим образом, кто увидел наш план реализации проекта, вы увидели, что на второй год у нас план был 600 миллионов рублей. Этот план также остается, но это план некий минимальный, или достаточно творительный для реализации проекта. Мы же планируем за этот год, мы понимаем, что у нас не будет такого столь яркого экспонента, как была, да, вот, в Боросе, но мы понимаем, что все равно будем расти, и поэтому мы для себя планируем, что мы привлечем где-то 1,2-1,5 миллиарда рублей за вот год, который начался, и в следующем году мы с вами соберемся. Аудитория, ну, я думаю, уже будет такая, скорее всего, в космосе, в большом зале, где у нас будет там полно-1,5 тысячи человек у нас сидеть, да, и мы вот так же там, может быть, там, с Пауловым, и, вернее, надеемся, что не только с Пауловым, а с большой, и с большой там группой ненамышленников, которые вот так же будут выступать, так же, чтобы делиться, рассказывать, выступим, и с радостью, с гордостью отчитаемся о том, что привлечено более полутора миллиардов именно за тот год. А для этого достаточно простые шаги, и достаточно простых цифр, как все это уражается. Смотрите, для того, чтобы нам обеспечить 1,2-2 миллиарда рублей инвестиций за следующий год, нам, соответственно, нужно всего лишь 20 тысяч инвесторов. Вот в текущий момент у нас есть 5, да, вы видели. Нам нужно просто в 4 раза больше. За этот год нам вот эта вот огромная база всех, ну, всего того, что есть, привлечь просто в 4 раза больше. То есть разница не с нуля начнет, а сначала просто увеличится. Чтобы у нас было, соответственно, 5 тысяч, 20 тысяч инвесторов, нам нужно где-то 200 тысяч регистраций. Все, это очень понятно, 200 тысяч регистраций. Регистрируется у нас каждое 20-ое на сайте. Соответственно, чтобы было 200 тысяч регистраций, можно там на 5 миллионов переходов на сайтах надо обеспечить. И все наши действия, все мероприятия, активности, видео, YouTube, социальные сети, телепрограмма, они-то все к этому сводятся. Создание потока нашей системы, которая конвертирует в регистрации, в оплаты, в рассрочке завода. Все, то есть, оно сбывается примерно так. При этом, для того, чтобы обеспечить вот этот трафик, жизнь, мы создаем определенные действия. какие основные действия с нами инициированы будут сейчас, в летний период. Первое, это создание штаба. Создание штаба в Москве или команды, вот если вы не заметили, у нас пока нет этого места, где мы всем принимаем, всем радуем, где проводят регулярные презентации, где сидят, отдел маркетинга, отдел социальных сетей, где-то, вот раз будет штаб. Вот, и мы собираем команду, мы приглашаем всех участников проектов, команду, кто хочет, кто из Москвы, кто видит себя в силы, да, то есть обычно команда формируется с тем, кто уже изначально поддерживает проект. Поэтому, первое, формируем штаб в Москве. Второе, у нас сейчас, так как готова база, мы не начинали из-за отсутствия договоров, мы проводим, будем проводить обучение региональных представителей. Это наши представители, которые на регулярной основе будут проводить мероприятия на всех регионах, используя наши ресурсы для собрания залов. Вот, что-то у рулетового, там только поменьше и в каждом регионе. Для того, чтобы уставить к тому же, например, действие сделано, об этом расскажет Паша. Дальше. Мы выходим на зарубежные рынки. Кто заметил, да, наш ресурс сейчас, там произведена локализация и он произведен на 12 языков. То есть теперь, я не знаю, здесь есть, знаете ли, участники из других стран, из других стран, из других языков. Ну, вот здесь мало, вообще, или конференция такая больше, но я знаю, что у нас участники из многих стран, но они работают только по русскоязычной аудитории. Теперь у них есть инструмент для работы с, соответственно, иностранной аудиторией, плюс у нас обречен вопрос приема утяжения. Вы знаете, даже технически, это тоже важно. Многие не могут перевести, просто, потому что в стране не работает этот прием. иностранной аудиторией. Соответственно, 12 стран мы сейчас открываем, там начинаем работу. Выход за рубеж. У нас будет более качественная деятельность и информационная поддержка, которая будет решать не только вопросы, но и будет помогать вновь зарегистрироваться людям, прийти адаптацию, понять, куда они попали, то есть люди, которые будут давать его муссер, связываться, консультировать и так далее. Ну и разумеется, да, там у нас будет смена этапа, которая является детализатором и активатором роста и много-много-много технических моментов, то есть материалов более, ну, кто заметил, что качество материалов изменилось, да, вот качество материалов, с которыми вы работаете, видео какие, какого качества, какого содержания, да, эту заслугу, кстати, нашего Александра Сударева, давайте нам аплодируем его. Женя дал еще перед вами выступит и, соответственно, расскажет на эту тему. Так, вот такие планы, вот такие у нас новости, все достаточно просто, я не буду сейчас какие-то возможности, там не углубляться в подробности. Женя, да, теперь, друзья, я приглашаю на сцену Евгения. Кто знает Евгения, давайте дружно поаплодируем. Спасибо. Всем здравствуйте. Прошел уже примерно год с начала инвестирования, с предыдущей конференции, которая была учительная для данного проекта. И хотелось бы поговорить о том, что было сделано за это время в основном в техническом плане, в финансовом, вам рассказали Сергей Пашин, какие цифры, статистику выявили. Вот так в техническом плане была проделана, на самом деле, полосатая ситаническая работа, хотя большая часть ее и осталась заката. Необходимо было и проектную заявку подготовить, чем я на тепло занималась для вступления Валабушева, что влияет с собой важный момент для каждого из инвесторов, для каждого из нас. Необходимо было подготовить проекты для вступления в создании. Также мы взяли в аренду дополнительное помещение для того, чтобы разместить механический участок, лабораторию, литейную. Но изначально находились просто в плачевном состоянии. Многие из вас видели ролики, которые я снимал. Можете сравнить, какие они были до того, как мы туда пришли, по кем они настали. На данный момент мы уже полностью сместили лабораторию, установили линейки для испытания для обще-промышленных двигателей, а также линейки для испытания мотор-колес. Так что в скором времени надеюсь, мы сможем удивить официально уже полностью достоверные характеристики мотор-колеса 318-4186-го габарита. Те предварительные характеристики уже являлись, выкладывались вконтакте и на форумах, и графиками, но почему-то многие все равно не распознание, не поделение. Но скоро будут отъявлены официальные характеристики смерти на остыне. Также сейчас завершен монтаж оборудования вспомогательного на механическом летельном участках, азотный генератор или разводка-проводка для подсоединения электроэнергии, воздуха, азота, воды, система охлаждения. Поэтому уже в ближайшее время мы начнем монтаж основного производственного оборудования на механический участок. В частности продолжим прийти будет лазер. Уже стоит на своем месте литейная установка. Это позволит нам полностью избавиться от необходимости использования сторонних подрядчиков при изготовлении опытных образцов. Что во-первых позволит сохранить секретность технологий промышленные образцы непосредственно предназначены для продажи каким-то производственным предприятиям и технологии нам рассказать для сторонних лиц не хотела. Во-вторых это позволит нам успечить достаточное качество и приемлемые сроки изготовления продуктов. Также сейчас завершаются расчеты первой части общепромышленных двигателей перепроектированных лаборатория на скорых присутствует испытания начали стандартных двигателей которые завезли на склад а также обмотчики трудятся на изготовлении перемотанных двигателей в дальнейшем начнем корпусах стандартных двигателей установлен перепроектированные и это будет первый продукт компании Сувалмаш который мы сможем предложить нашим потребителям это технологии конструктивы двигателей которые можно будет запустить в производство с минимальными капитальными отложениями и заправами на одном оборудовании который уже существует это поможет нам получить первую прибыль на нашем предприятии также была смонтирована линейка автоматизированной намотки экватор-колес которая позволит ускорить значительное изготовление опытных образцов а также позволит нам запустить намотку для установочной партии двигателей также значительно повысить характеристики машины электрические из-за того что автоматизированная машина намотка позволит снизить сопротивление соответственно снизить нам а также значительно ускорить укладку сервиса одни из двигателей пока еще здесь не присутствуют были изготовлены точнее в процессе изготовления как раз автоматизированы методом надеюсь вы сможете сами посмотреть протестировать сравнить какие изменения этого извода отнести так также продолжаются работать над собственным контроллером для управления системой привода контроллер уже изготовлен металя и скоро он смонтируется на стенде для того чтобы начать его отладку настройку с обеспечения максимальных характеристик системы привода данный контроллер надеюсь будет в среднем образоваться дешевле чем существующий аналог конкурентов образцов запрежных а также будет обеспечивать все характеристики огромное преимущество перед сторонним контроллерами является то что мы полностью написали управляющую программу большинство производителей на самом деле покупают готовые чипы которые зашиты программы и какие-то изменения вносить не могут в случае нашего контроллера программа полностью написана на нами поэтому мы можем вносить любые изменения и полностью датировать именно код наши двигатели сейчас в нем уже реализована определенная программная часть которая предназначена для использования его составит привод двухколесного транспортного средства для того чтобы пользователям было удобно его эксплуатировать надеюсь скоро также мы сможем демонстрировать и контролировать в работе основные задачи на данный момент это естественно вхождение Галабушево и постройка там первых производственных мощностей опытного производства непосредственно самого БТКБ а также монтаж там аппаратуры и прочих вещей также важной задачей является сейчас завершить перепроектирование машинно-минических обращающихся общепромышленных с 56 по сотый габарит чтобы получить самый наш первый продукт компании с а также испытания мотор провез для того чтобы объявить долгожданные характеристики двигателя официально надеюсь все задачи выполняются в слов несмотря на все трудности которые перед нами возникают мы стараемся их максимально оперативно без потерь готовят так что всем спасибо за внимание Жень можно я задать пару вопросов да я так понимаю все равно есть более-менее одинаковые вопросы я просто их озвучу их знаю Жень там проект называется мотор колесо дверного дыгрыш в общем пробный двигатель расскажи почему это были литейки мотов достаточно дну сколько времени привлекать там получать большую единицу двигателя но все-таки рынок этот относительно небольшой в общем внешний двигатель производится огромный колоссальный подъем синхронный двигатель оказывается рака 7 миллиардов штук в год то есть на одного человека находится зрение по новому двигателю и это именно те двигатели которые сделали нашу цивилизацию такой который мы сейчас видим первая эпоха первая изменитель была эпоха пара вторая эпоха это афросинхронные двигатели которые мы сейчас живем они присутствуют практически везде используются всех всех человек они движут поезда они вращают компрессор холодильников лифты насосные станции которые дают воду горячую холодную воду то есть они касаются каждой жизни поэтому страна которые владеют производством двигателей асинхронных они по сути владеют миром поэтому крайне важно создать направление человеческих двигателей это к сожалению Российской Федерации после развала Советского Союза пришла в упадок но важно стараться сохранить за нашей Родиной за нашей страной видельство в данной области и наша технология возможно позволит именно России выйти вперед в данном направлении Жень расскажи просто кто на текущий момент лидер в России в мире кто представлен в России ну там мировой лидер кто представлен в России какие может быть взаимоотношения либо в общем что что в этом плане происходит на данный момент в России асинхронных двигателей производится очень мало количества большая часть двигателей закупается закупается она либо в Китае это дешевых двигателей классов эффективности Е1 или ниже двигатели более высоких классов Е2 и Е3 который сейчас стал обязательным для внедрения в странах западных развитого мира они в России не производятся крупными компаниями такие как Сименс компаниями они по сути не являются компаниями они являются потребителями нашего продукта технологии производства электроделеки в России многие заводы являются потребителями электричества машины генераторов которые сейчас находятся за рубежом но используем наши технологии производства не зарубежных компаний приобретать и улучшать качество продукции либо создавать в России нового производства современных энергоэффективных электроделеков и можно еще попросить ответить на вопрос который обычно все обычно про теорию заговора про нефтяников может развеять сомнения по то что типа мы там кому-то какой-то дорогу переходят что понимаешь да да касательно того же мотор колеса да на самом деле они даже более чем заинтересованы массовые транспорта электромобилей потому-ка электроэнергия которая проводит выживие привод электропранспортного средства она все равно вырабатывается на электростанции на электростанции поджигается газ нефть либо другие виды ископаемого топлива и с учетом того что в линии электропритач электростанция имеет свой панель употребление топлива на единицу проблеты к сожалению увеличиваются однако для применения энергоэффективных двигателей в процессе составе оборудования оно позволяет сберегать ресурсы сберегать нашу облажающую среду каждая единица сэкономленной электроэнергии уже на месте она приводит к экономии нескольких единиц топлива которая будет сожжена на электростанции значит вопрос лаборатории которые будут тестировать моторы и давать их конечные технические характеристики работали потому что если мы сейчас зайдем предложение в те же даже китайские заводы которые выпускать моторы они захотят увидеть у себя испытания именно архитектурные аппаратуре и желаем чтобы эта лаборатория естественно над этим работаем все оборудование которое установлено в лаборатории она имеет и российские и европейские сертификаты соответствия сейчас ведется такая бумажная работа по аккредитации лаборатории как средства измерения в целом в российской федерации также планируется получение европейских сертификатов при наличии необходимости именно на данный конкретный сертификат женье можно чуть-чуть подробнее сказать о лаборатории такого типа их отличие в России в мире у кого они есть и у возможностей вообще потенциально лабораторий таких у российских предприятий разработчиков на речне есть только у отдельных зарубежных заводов и заводских лабораторий но как правило сторонним лицам эту лабораторию попасть для испытаний в принципе невозможно данная лаборатория позволяет снимать характеристики двигателя в течение нескольких секунд полностью это именно испытания при изучении времени на монтаж оплатку и мастеровку давно как требуется выставить максимум ровной соосности между каждыми валами муфтами соединительными ремнями и прочими в плане как передача вращающихся элементов в этом воздействии но возможность столь быстрых испытаний она исключает температурные изменения характеристик то есть можно очень точно и качественно видеть все параметры двигателя также мы можем использовать лабораторию в прошлом году зарабатывать дополнительные средства испытывая какие-то машины сторонних производителей также естественно в планах имеется сравнительное испытание мотор-колес наших и мотор-колес существующих на рынке т.е. стенд проектировался с учетом возможности монтажа на него и сторонних RDC двигателей с учетом микроструктивы хотя с нашей двигателем можно было бы сделать все проще Жень, спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, что сегодня представлено у нас в батаре колесо здесь раз, на этой, на второй т.е. какие нам сейчас характеристики, когда зал здесь сейчас берешь, то есть как бы програничить здесь сейчас представлены два мотор-колеса 318-кодоборит 1 на красноярской ранней версии это двигатель, но данный двигатель по мощности ограничен потому как в версиях стоит аккумуляторная батарея, он способен отдавать большие токи он делался относительно легким еще на самом начале нашей работы над мотор-колесами в том конце зала представлен еще один электробайк от компании «Пензель» на которой смонтировали второе контор-колесо 318-кодоборита они имеют несколько разных наструктив, разные характеристики так что можно покататься на бою и сравнить какое больше рецепт его мощнее, какое приемие компания «Пензель» это наш партнер сама находится в Китае там на руководстве находятся русские люди, русский человек они хотят приобретать наши двигатели и устанавливать их, используя их в составе своих электрических транспортных средств в частности, они надо доставить две рамы, сделанные из старпона но это хорошее для отработки, используя их рамы с нашими мотор-колесами также сейчас они ведут испытания электромотоцикла «Дэнди-Аш» с центральным двигателем, пока это перемотанным двигателем общепромышленным который устанавливается, как и в обычную запасительную раму и при помощи цепной передачи для скащающего на колесо также они изготавливают электрические автомобили для сельской местности в Китае также поставка начнется в Россию скоро, проходит сертификация эти автомобили будут также использовать двигатели, совмещенные на транспорт пока общепромышленные, они ожидают от нас поступление производства, перепроектированное на рынке Друзья, у нас есть время на пару вопросов Добрый день, Алексей Невшин Здравствуйте, меня зовут Юрий, у меня вопрос по поводу планов Долируется ли сотрудничество с вашей компанией, с нашей компанией, с министерством обороны потому что электро двигателя применяются не только в народном хозяйстве, но и в технике Спасибо Естественно, сотрудничество с министерством обороны планируется Мы уже с ними общались по разным вопросам Большую часть данной темы на рейтском комиссаре Одна заинтересованность в них есть У кого еще есть вопросы? Бегом, бегом Небольшой вопрос Какие-то работы по моделированию, физическому моделированию конструкции провалятся? Естественно, мы используем программные продукты от компании Ensis В частности, Ensis Maxwell Которые используются для моделирования распределения Комиссаре Программа позволяет проводить виртуальное испытание двигателя и получать все его характеристики еще до того, как двигатель будет изготовлен в металле Практика использования показывает, что точность моделирования Скорее, это плюс-минус пяти процентов Что в случае наших опытных образцов Поставляло попрежность изготовления самого двигателя Еще вопросы? Добрый день, Андрей Владимирович Я хотел бы уточнить, используя производственные мощности для изготовления сторонних двигателей Возможно, на заводе Сторонние двигатели в качестве единичных результатов, возможно, обсуждаемы Но пока, как у вас, по сомнению То есть, это нужно конкретно, в конкретных случаях, сказать лично Евгений В общем, первый вопрос, наверное, уже обсуждался Но я все-таки спрашиваю этот лучший вопрос Перспективы данной технологии двигателей до 100 ватт Допустим, для использования роботов техники По теплотекущим моментам Асинхронных двигателей единичных двигателей до 100 ватт В первую очередь, из-за особенностей технологии изготовления По основным характеристикам, наступают эксперты Поэтому, зачастую, их замена на асинхронные, говорится, нецелесообразно То есть, это не просто какой-то по насолебательной характеристикам И по много эффективности успех В качестве тяги? В качестве тяги тоже стоит До 100 ватт зачастую смысл нет Здравствуйте, меня зовут Максим Вопрос какого плана Как технология защищена от проделок? Как мы все знаем, то что в Китае очень быстро складывают технологию Соответственно, проделцы не составят труда Технология защищена, в первую очередь, от патенты Также, в ближайшее развитие То есть, регулярно выводили на рынок партии продукции Которые будут превосходить Миндуйщее поколение по своим характеристикам А также, как уже обсуждалось Китайцы, они хорошо умеют копировать чужие продукты Для них есть возможность получить Конструкторскую технологическую документацию Технологические карты производства То есть, производит, например, какая-то компания в Китае свой продукт Китайцы достают с производства технологические карты Полностью всю технологию производства Воспроизводит ее на другом заводе Ну, в таком случае, не получается хорошо копировать Иначе, как правило, разница у оригинального альфона И у альфона за 500 рублей с переходом Привозят этот пример А еще? Также, мы сейчас сотрудничаем с китайской компанией Тарас Анатлинзер и прочее И мы можем подать патенты в Китай На китайские компании А в пределах Китая Законодательство очень хорошо И зачищает их собственную компанию То есть, если компания залпешит Она, по-первых, глаза закрывает успешно Если же это внутренняя компания, которая работает В внутреннем рынке Очень строгие санкции Еще вопросы для выставки? Здравствуйте, меня Владислав зовут Я из города Волскова, что по-другому ограду У нас достаточно крупный промышленный город Есть трубный завод, есть химкомплекс Вопрос мой в чем состоит? Вы говорили, что есть около сотни лицензиатов Переводчиков Ремонта Мастерских Вот какое-то Осуществляется В вашей компании Поддержка Например, юридическую владу Бизнес-блан составить Как вы на начале Вот в этом плане вопросов? В юридическом плане По возможности Нам не оказаны консультации А так Поддержка В основном Сочетается в технологическом плане То есть мы приведем Информацию о том Как использовать Технологии Проводим обучение И так далее Еще два Ребята Ударный вопрос То есть Юридическая поддержка Это не Актуаловая работа Наша компания Здравствуйте, Евгений Здравствуйте Хотя Поскольку я знаю Вы Контролер Да 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 Сейчас только терпится Просто много Всего этих электротранспортов Закладывается ли Скажем Самократы Полный привод Допустим Артематный миллион И так далее То есть Как минимум Так и максимум Ваши технологии То есть Только минимум Так и максимум Нет То есть Заложенный Информацию Допустим Полный привод Допустим Разные мощные сказки Что там 2 кВт 50 кВт 100 кВт Ну Если Брать в расчет Кертис То на Электромобиле Панда Отрабатывался Полный привод 4.4 С использованием контролеров Кертис Ну Касательно мощностей Ну Можно в каталоге Посмотреть Там И сколько Латно Насколько Присутствует или нет Дыгарь Кокер Предстоятель Электромобильного движения Настоящий В этом Подробнее Я Точно Не помню Малые мощности Контроллеры Тоже Присутствуют Так же Планируется Запуск Сирийного Производства Собственных Контроллеров Различного мощностного Габаритного Ряда Программная Часть Общая Для Всех Контроллеров При Различной мощности Исполнение Отличается У Силовых Ключей Радиатора И Токопровод Спасибо Что еще Спросить У Батареи Ведется Чтобы Не платить Скажем Сторонным Батареи Своя собственная Батарея Пока Производство Собственных Батареи Не продвигается Определенные Интересные Наработки По технологии Ракоммулятора У нас есть Но Для начала Нужно Как говорится В одном направлении Спасибо Друзья Давайте Поаплодируем Жене Спасибо Спасибо Большое У нас еще Останется Время На Сейчас На Короткое Вступление Яна Аплодируем Это Яна Курирует Заявки Воланышева Яна Прошу Рассказывать Новости Яна Прошу Буквально Пару слов По заявке И по Коду Вступления Воланышева На всякий случай Я весьма точнее Я наблюдаю И за Обсуждением Вконтакте И за Каналом Технополис Москва Пусть вас не смущает Название Робышева Это самая крупная Площадка У нас В паре Км Наши Заявка Успешно Прошла Департамент Экономики Промышленной Политики Научно-технической части Мы полностью Предоставили информацию Наши партнёры Волос сделали Экономическое Мобилирование И теперь Мячик На той стороне Поля В Департаменте Экономики Промышленной Политики Где будет Перед большей защитой Проекта Оступление Пока я могу вам сказать Что Департамент И сама Дирекция Особой зоны Они относятся к нам Достаточно лоялью Нас всячески Поддерживают Вот Поэтому Шансы свои Мы оценим очень высоко На всякий случай Вот К тому что Паша Рассказывал вначале Я хотела бы дополнить Если Уступает отказ Это не является критичным Для нас Нет смысла Пробовать какие-то Другие зоны Например В Москве Ну Или выводить это вообще В Липецк Как я здесь слушаю Заявка нарабатывается Мы Прошли все Барьеры Которые у нас были Они были довольно Серьезные Я не имею права Рассказывать информацию То есть Сейчас В течение Лидного периода Мы ждем Ответа О том что Мы входим или нет Участник Закреплен за нами Если мы входим Мы заключаем договорную аренду И начинаем Там соответственно Действие И второй маленький вопрос Тоже Сергей Просил мне рассказать Вконтакте Вопрос По итогам Заседания Заловая Россия Итоги заседания Таких Что материалы Проектов Которые прошли Промодерации Включая Наш Они рассылают Члены клуба Это примерно 3000 предприятий Предпринимателей По всей стране Промышленники Банковский сет Вот То есть Фактически Директ Рассылка И обмен контактами Обратил внимание На то что Нас туда Позвал Пригласил Наш клубный Партнер Промышленный Это Палужский Электро-ремонтный завод То есть Партнер предприятия Уже участвовал В комплексной поддержке Нашего проекта Своим сеть контакт Планирующим Редактор Но Дальнейшим Мы планируем Положать такое взаимодействие с ними Спасибо за внимание Спасибо большое Друзья Дальше Я сейчас покажу Участник команды Который До этого На наших мероприятиях Не выступал Игорь Прошу тебя Но Вы наверняка Прошу Представиться Рассказать Как мы обсуждали О своей роли в проекте И Что делать АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте Меня зовут Игорь Порхов Я Здесь В Инограде Как и первые месяцы Занимаюсь уже В команде Хотя Электротранспортом Занимаюсь уже Многие десятки лет Вот Ну и в соответствующих кругах Меня знают Вот Познакомился я В В 2011 году Значит Мы вели Интересный проект В Германии Совместно с Виктором Аристовым Который многие тоже Которого знают Вот Это было электро БУП На базе Асинхронного привода С 50-го Производимого В Америке Значит Ну мы Этот данный проект Значит Поставили на колеса Все он поехал Вот Все нормально Но нас не устраивали Некоторые моменты В том числе Как бы Относительно низкий Стартовый момент Данного двигателя Данного комплекта И Примерно в это же время Значит Познакомились С Виктором Чапульном Начали общаться Он предложил тоже Значит Попробовать Технологии Значит Наших Электромобилов Значит После этого Как бы я вернулся В Россию И Решил попробовать Значит У меня уже был электромобиль Первый уже опыт Значит Была электротаврия На базе Коллекторного привода Получившего Кстати Впервые В России Цертификацию Значит Для одного Общего пользования Ну и Решил попробовать Взял в общем Промышленный двигатель Киловаттный Под руководство Значит Перемотал Сам лично В первые жизни Тоже Как Переход Я не обмотчик Вот Поставил этот двигатель На В Установил контроллер Твертис Тоже Вот Ну и Как бы Уже на первых этапах Значит Испытания Просто был шокирован То есть Маленький мотор Буквально масса 25 кг Который На И Поставил Буквально Буквально Твертис 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 То есть У нас поменяется куча характеристик после перегонки Вот То есть Это пока невозможно Потому что закрытое дело То есть Для этого надо создать свой контроллер Который По арометрам Ну типа Тесловского Ну в принципе в будущее это возможно Следующее С чем мы столкнулись при обсуждении данной темы У Теслы Мотор Залит Компаунд Полностью Компаунд Типа Эпоксидки Там Он очень прочный В принципе Теоретически можно какие-то химические составы подобрать все прочее Чтобы все это дело растворить Тогда тоже Ну то есть Сейчас в принципе Ну как бы Не столь цилизованно Нужно будет В принципе Можно будет Но если будет Отлично Спасибо А вторая вопрос Какие цели, задачи, ваша роль В дальнейшем Вы перегрузили награды Вы сказали Поделитесь пожалуйста То есть О чем Вы занимались самочем общая И о чем Вы занимаетесь Ну я конкретно Занимаюсь Разработкой И приводов И тестированием Пригодов Совместно с приводами Вот То есть Как говорится В дальнейшем у нас очень много планов И По созданию И тяговых Приводов То есть И единичных То есть Один Как говорится И единичный мотор В составе Это привод Для транспортных средств Так же Как и мотор колес И полосы Привода В целом То есть От мотора Контроля На батарее И Все это Вместе Совмутности Чтобы все Хорошо Работало Отлично Друзья У нас есть время Большое Спасибо Если есть вопросы Давайте Зададим По технической части Как вы поняли Человек занимается Глубоко Автотранспортом Сейчас Давайте Давайте Поменяемся На граффор Смотрите Мы Снимаемся Деревья Двигателя Мы Неразрывно И Это Мотор колесо И Именно По Мотор колесо Правильно Я понимаю Что Вы Хотите Создать Платформу Которую Можно Поставить На машине То есть Полесо Либо Мотор колесо Или Совместно с контроллером И Вы За это Правильно Понимаете В принципе Это Множество Платформ Можно Различную Категорию То есть От Тяжелого Это Чуть ли не Карьерные Самосвалы То есть В принципе Можно Создать Платформу Абсолютно Любую То есть Прямой Привод Это Мотор Колесо Отлично Спасибо Игорь Расскажите Пожалуйста Многие спорят На тему Применение Актуальности Применение Мотор колесо Транспортных средств Транспортных средств Транспортных средств Транспортных средств Однозначно Вам приносит Прекрасную идею Так как У нас нет лишних Транспортных средств На дикорот Транспортных средств Транспортных средств Новый praер Транспортные средства Актуальности Актуальности В принципе, тоже можно применять, но сильно зависит от инфраструктуры, в частности, дорог и все прочее. То есть по углубитой ухабистой дороге, но мотор колеса, как бы, не очень приятно будет ехать. Но тут тоже, в принципе, концепцию самих этих мотор колес надо пересматривать. В сторону того, чтобы у нас уменьшить негативное влияние неподрессоренной массы, ну тут тоже есть идея, у нас есть некоторые идеи, обсуждаем. Тоже можно применять и центральный мотор, как обычно, можно применять мотор колеса. В частности, что демонстрировали в Тольятти на «Зетте», на «Инлайнде» прекрасно едет, прекрасно тянет. Там соотношение тягового момента к массе машины там чуть ли не выпрямляет, получается, это уже очень хорошо. Выше уже идут, как говорится, гоночные уже машины идут, когда уже к единице приближаются. Так что нормально. Отлично, спасибо. А вот все знают проект про «Желтый запорожец». Это не ко мне, это не к земле подробностей. Нет, я помогал проектировать обмотки именно к этому двигателю, это, Сережа. Скажи про проекцию, кто знает историю «Запорожец»? Кто знает историю «Запорожец»? Мы не знаем. «Запорожец», который в Монако доедал. Да, да. Кто знает это? Ну да, давай расскажи, пожалуйста, еще раз изнутри всех. Ну, я этим помогал, значит, проектирование обмотки для данного запорожца, именно для людей двигателя. Могал его в Одессе тоже наш давний лициколлега. Туда, в «Запорожец» были установлены две батареи Nissan Leaf, насколько я помню. То есть пробег у него был впечатляющий. Там Теслу они делали в первом же пробеге, насколько я помню. Ну, там не обошлось без некоторых казусов, они были опубликованы. Вот, да. Ну, а так, получился очень интересный проект, и до Монако он шибко доехал. Да, да. Отлично. Не знаю, вопрос. Вы видите, по его карте матчки получают с конструктивом. Да, вопрос очень интересует. Почему этот велосипед нельзя поставить на передний колесной генератор для тех моделей? Ну, этот вопрос очень много всегда задают. Особенно YouTube-пользователи, ролик и так далее. Ну, вы прекрасно представляете, что каждая электромашина имеет свой ГБД. То есть, соответственно, генератор имеет ГБД и двигатель имеет ГБД. Дальше. Откуда берет энергию у нас двигатель, который приводит наше транспортное средство движения? Из батареи, правильно? Вот. Откуда у нас будет генератор брать энергию для зарядки данной батареи? Он будет брать ее от того же двигателя, который приводит в действие наш электроэлектрический генератор. Игорь, у меня такой популярный достаточный вопрос. Я, конечно, понимаю, что никто этого не знает. Но на Ваш взгляд, когда в России, на российском рынке появятся российские автомобили? Да, надо контролировать. Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Потому что сами представляете, что очень много неизвестно для его ответов. Так что даже не знаю, что сказать. Ну, 5 лет, 10 лет, 3 года, 1 год. Никто не может сказать. Да. Так, а еще вопросы у кого-то есть. Сейчас я посмотрим, что у нас с продаем. Так. Да, у нас еще плюс-минус 2-3 минуты там. Можно? Да. А скажите, вот зачем перематывать двигатели? Можно ли договориться с производителем, и проект комплектующим, и на мотор, а не перевод? Ну, конечно. То есть повод, который мы будем уже проектировать новые двигатели, новые магнитные системы, это будут именно новые моторы, которые, как говорится, сразу с завода будут поступать новые, не перемотанные, а именно уже намотанные. То есть это и общепло, это и тяговые, то есть любые, которые будут поставлены на рынке. Ну, все, ребята, давайте поаплодируем. Да, мы попросим за решение вашего участка. Спасибо, что вы видели. Так. Я презенирую основу эту вопрос в предыдущем. Ну, может быть, люди пока не были до конца. Все, как по голове объектом, значит, есть технология, позволяющая делать двигатели более энергией эффективными. Это проявляется в нескольких стадиях. Первая стадия – это взять любой текущий общепромышленный двигатель, вот прямо сейчас работающий, у вас на насосах, на дачах, и сменив обморку, сделать его эффективным. Раз. Это понятно. Объединенная степень эффективности приобретается. Вторая, так скажем, стадия – это когда конструктив внутренний проектируется под обмотку, и сразу выпускается двигатель, который и меньше, и легче, и меньше материала емкость, и мощнее. То есть, получается, вот это вот. Так, а сейчас, Саша, в твоя очередь, друзья, хочу поприветствовать Александра, хочу поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот человек, который для компании выполняет очень-очень важную роль, он спасает Дмитрия Александровича от того, чтобы каждый из вас приходил и вот так вот, ходя за окном, вы говорили, а это с чего? А это с чего? То есть, Саша – это вот тот человек, кто так делает и приходится на последние, не знаю, несколько месяцев. И который, да, с этой работой выносит эту информацию так, что вы так уже практически многие, знаете, проектируете эти моменты системы. Вот, поэтому, прошу, Саша, сказать тебе про свою работу и… Спасибо, Сахи. Итак, давайте, чтобы я не верничал, попрошу вас поаплодировать. АПЛОДИСМЕНТЫ За имя, за имя, за имя, за имя, за имя, за имя, за имя. И, да, за имя, за имя, за имя, за имя, за имя, за имя, за имя. Спасибо большое. Итак, зовут меня Сударин Александр, да, как Саддель уже сказал, чем я занимаюсь, Медиаконтент. Помимо этого, я являюсь партилером, соответственно, проекта. И сегодня я поговорю с вами о том, почему я попал в этот проект, как я сюда пришел, почему я его поддерживаю и призываю других делать то же самое. Вот, ну и что еще более интересное и важно, я расскажу вам о рабочем процессе, который происходит постоянно на территории Согол Маша. И я расскажу вам, как человек, который не имеет высшего технического образования, и, как правило, наблюдает за всем частью реактив видеокамеры. Сейчас я, вначале, на нем нету к ним и стоять, чтобы камера меня нашла. Вот, итак, давайте начнем. Для начала я хочу к вам обратиться. Как уже все это уже поняли, многие из вас знают меня именно по видеороликам, которые выходят на официальном канале двигателей Дуйнова, в группе ВКонтакте. И все чаще и чаще я начинаю замечать эти видеоролики, и не только мои, но и все ролики, которые появляются на просторах нашего канала, на каналах наших партнеров, в соцсетях и вообще в целом в интернете. И это замечательно. Вот, как уже я однократно говорил Сергей, Павел, в принципе, все, кто участвует в нашем проекте, чем больше о нас знает людей, тем грамотнее и быстрее мы сможем проект реализовать. Поэтому я прошу вас максимально поддерживать проект и заняться, ну скажем так, поделиться этими видеороликами со всеми теми, кому вы считаете они будут интересны и полезны. Вот, и помимо этого я также пользуюсь случаем, скажу вам о том, что на данный момент, так как личный кабинет уже проходит в стадии локализации, перевод на другие языки, у нас помимо русскоязычного канала еще появился канал англоязычный. Но помимо озвучки на английском языке, видеоролики также там имеют субхитры, по-моему, если я не ошибаюсь, на порядке 16 языков. Поэтому теперь понятие как языковой барьер для предоставления информации потенциально нашим коллегам полностью снято. Так что пользуйтесь на здоровье, и я думаю, это всем нам поможет. Вот, ну а теперь, когда мы уже поговорили о позитивной части, давайте перейдем немножечко к такой более рутинной и повседневной. Для того, чтобы нам понять, о чем пойдет речь, то я предлагаю вспомнить одну из важнейших целей проекта. Это создание инженерного бюро. То есть там, где мы будем разрабатывать под заказ потенциальных заказчиков двигатели, асинхронные, общепромышленные, возможно, опор колеса. То есть новые какие-то решения технические. И вот для того, чтобы это реализовать, давайте задумаемся, что должно быть. Вот мы решили сделать инженеринговый бюро. Многие, между прочим, ошибочно думают, что это завод, который будет расположен на территории особой экономической зоны Алауши. На самом деле это не совсем так. Завод, он производит уже конкретные партии готового конкретного продукта, а инженеринговый центр занимается их разработкой. Правильно? То есть для того, чтобы это сделать, там должны быть не просто производственные линии, а необходимые инструменты, оборудование и сотрудники, которые позволят все это делать с нуля разработать, подготовить оснастку, создать как раз-таки эту производственную линию, протестировать ее, отработать, выпустить опытный образец, снять все его характеристики, испытать, после чего сделать установочную партию или продвигатель, и уже только после этого можно будет идти на следующие шаги. То есть работа, как вы понимаете, довольно-таки общерная и серьезная. И вот для того, чтобы все это реализовать, нужно перед тем, как начать строить, даже при наличии вхождения в особую экономическую зону и необходимое количество финансирования, нужно четко понимать, как будет выглядеть завод, как он будет спроектирован. Прошу прощения, не завод, не жилинговый центр. А где будет располагаться оборудование? Какое будет располагаться оборудование? Как это оборудование будет связано между собой с точки зрения программного обеспечения и, скажем так, подключения? Где будут рабочие места? Должны подключены все требования, которые необходимы для комфортной и продуктивной работы сотрудников. Вот здесь, скажем так, я хочу сразу ответить на вопрос, который очень часто я сейчас слышу. А почему проекты немного так долго и развиваются? Потому что 22 года мы говорим, и почему только сейчас все это дело начинает переходить в ту стадию, о которой мы сейчас с вами говорим и увидим? Так вот, для того чтобы все это дело подготовить и посчитать, необходимо действительно колоссальное количество времени. Я уже даже сейчас не буду касаться вопроса о патентах, которых на данный момент насчитывается в платной информации, которая есть более 300. То есть это только основные патенты. То есть если еще, если патентовать все подряд, да, то работа зубовая очень серьезная и непробная. Так вот, если мы понимаем, зачем нам нужен проект, да, то есть мы строим в жизни и говорится одна из задач оперативных, ну, я бы даже сказал, глобальных оперативных задач, то сразу мы с вами можем поговорить о следующем таком феномене, как интернет. Интернет ставится своими троллими. Тролли в интернете постоянно начинают говорить о тех вещах, когда в проекте другого нет ничего, кроме покатушек на велосипеде, передвижение аппаратуры с одного места на другое, создание, там, чего-то, знаменитых, торговочных мест, да, и покраски стен. То есть при этом можно понять, почему они так говорят, да. Но те люди, которые, скажем так, еще не в теме проекта, которые не посмотрели определенное количество вебинаров, видеороликов, которые не понимают, что происходит, они могут подумать, что действительно это так. Так вот сегодня я вам расскажу, как же это выглядит на самом деле, и почему на видеороликах вы очень часто это все наблюдаете. У меня для вас есть такой вопрос, он довольно простой. Кто из вас когда-либо сталкивался с ремонтом дома, в загородной квартире, вот, пожалуйста, как-то откликну, что там, может, руки поднять? Вот, то есть, в принципе, очень много людей сталкивались с тем, что такой ремонт. И теперь давайте подумаем, вот, если мы говорим о создании женихного центра, то сейчас чем занимаемся мы по факту? На территории Собом Маши были арендованы новые помещения. То есть то помещение, где находится теперь лаборатория, испытательный участок и литейный. Вот когда эти лаборатории, испытательный участок и литейный появились, они не были похожи на них совершенно. То есть это были просто помещения, в которых фактически не было ремонта. Сейчас я попрошу моего коллега субъективния включить нам небольшой видеоролик с тем, где мы покажем о том, что было до. Вот, пока он помочает, я продолжу. А смысл в чем? Все мы прекрасно понимаем, что бананы для того, чтобы покрасить стены, их нужно подготовить первым. Заштукатурить, зашпакивать, затереть, потом уже покрасить. То есть кисточками не будем красить, нам нужно соответствовать международному стандарту, чтобы у нас все было грамотно и классно. Так, как это будет сделано в нашем жениховом центре. И вот эти банальные простые какие-то рабочие моменты занимают категорически много времени. То есть банально после того, как вы за что-то заштукатурили, вам нужно время для того, чтобы это высосыло. Только после этого вы можете продолжить следующую работу. А если мы все это дело покрасим, будем находиться в этом помещении и делать, скажем, пол, но я думаю, сотрудники, которые будут делать, испытают неизгладимые впечатления, положительные эмоции, и кроме как продолжить явление в другом месте, они ничего сделать не смогут. Поэтому, опять же, время, длинное время. Полы, кто-то там. А, ну как у нас ее ролик? Запускается? Давай, запускаем. Отлично. Вот приблизительно вот так, а точнее именно так, и выглядели наше помещение. Как видите, ничего не понятно, где что находится, стен нет, кто-то бьет по стенам, пытается их доломать окончательно, но по факту, по факту, вот с этим нам приходилось работать. И, уверяю вас, это не быстрый процесс. Опять же, если мы вспоминаем наш инженериковый центр, когда мы говорим о том, чтобы его создать, нужно понимание того, как и где будет что расположено. Так вот, вот эти помещения являются миниатюрным инженеринговым центром. На базе этих помещений отрабатываются те процессы, которые будут проходить непосредственно в инженеринговом центре. И для того, чтобы все это дело наладить, отладить, создать некоторую методологию работы с этим, мы как раз таки вынуждены заниматься вот этими всеми процессами. Итак, что дальше хотелось бы еще отметить? Следующий момент. Когда появилось определенное количество оборудования в нашем замечательном лаборатории, на всех этих арендованных помещениях, очень часто возникали моменты, когда люди пишут, а как же, вот я имел неосторожность в одном из своих видеоуродиков сказать, что сотрудники наши профессиональные учатся работать с новым оборудованием. Я думаю, крайне неправда, что, прошу прощения, они не учатся с ним работать, может быть, для кого-то это важно, они, наверное, сразу вперед видели это оборудование и сразу узнали, куда нажать и что сделать. На самом деле это работает не так. Давайте приведу пример. Вот, я думаю, многие из вас являются владельцами сотовых телефонов. Кто-то на базе Android, кто-то на базе iOS. Да, ну, давайте вот остановимся. iPhone и Android. Вот, если вы 10 лет или так, 5 лет, не знаю, 3 года пользуетесь Android, у вас все устраивает, а потом вы решили что-то поменять и делете iPhone, вы умеете им пользоваться, вы сможете позвонить. Но когда его в руки возьмете, вы сначала не будете понимать несколько дней, что там, куда нажать. То есть у вас будет момент адаптации. Так вот, здесь, когда появляется новое оборудование, помимо эффекта адаптации, это оборудование, как правило, технически сложно. И оно приходит, например, так как мы с тобой. Оно приходит законсервированным. Его нужно расконсервировать, снять эту всю смазку, смазать правильную, рабочую, так сказать, настроить, откладить и подготовить к работе. Это тоже непросто, это тоже требует времени. Но помимо этого, если мы поговорим о более сложном оборудовании, которое я вам сейчас чуть попозже продемонстрирую, нужно понять, как оно будет коррелировать друг с другом и как будет, скажем так, его механическая часть сопоставляться с уже непосредственно, назовем ее так, электрической программой. Это тоже непросто. И опять же, если мы возвращаемся к технологическому центру, то здесь важно понимать, что мы работаем не в гараже. Мы делаем продукцию не на коленке. У нас нет задачи начать производить что-то, побыстрее это продать, заработать денег и на этом прекратить нашу деятельность. Это неправильный подход, который заведем в любви. Мы говорим о создании крупного, действительно крупного технологического центра, на базе которого мы будем проектировать абсолютно новые, видимо, ранние двигатели. Так вот, для этого нужно создать определенную методологию, для того, чтобы каждый сотрудник понимал свою роль и все процессы происходили грамотно и правильно. Вот для этого затрачивается огромное количество времени. И теперь я вот попрошу включить видеоролик, в котором продемонстрировано, что произошло с этими помещениями после ремонта и после того, как оно уже практически стало заукомплектовано аппаратурой, техникой, которая там, собственно, не должна быть. Здесь вы можете наблюдать, я вам, наверное, не успею так и сказать, поэтому просто посмотрите, но результат колоссальный. То есть, что было и что стало. Вот эти литератические профили, которые вы видите, это все направляющие для редактора сети. То есть там как силовые провода, так и малоточные. Простите меня, я и любим еще технического образования, поэтому в терминологии могу где-то говорить неправду. И здесь очень важно еще отметить такой момент, что вот все это возможно благодаря корпотливому, но уверенному труду всех и каждого члена команды, и, опять же, под членами команды я могу представить не только сотрудников, которые работают непосредственно на, ну скажем так, на площади, да, планового помещения, но и всех участников, я думаю, сегодняшнего мероприятия. Почему? Потому что все инвесторы, все партнеры, благодаря вам в том числе это все имеет возможность реализовываться, и мы видим то, что, собственно, мы уже смогли получить на сегодняшний день. Вот таким образом у нас выглядит теперь лаборатория, как видите, да, очень большое количество аппаратуры, станков и различных приспособлений. А теперь я попрошу включить фотографии, которые… А, это они есть, да? Отлично. Значит, это фотография. На ней представлена аппаратура «Макро» и «Экагава». Полное название я вам говорить не буду, я, честно, сам не запомню. Но для чего нужна эта аппаратура? Это сложные технические устройства, которые позволяют снимать механические и электрические характеристики с испытуемых двигателей. Как со синхроны двигателей общепромышленного, так и мотор-колесок. Причем как мотор-колесок-синхронок, так и мотор-колесок и DC-моторов. А не моторов, а просто постоянных магнитов, как их громадки. И вот, на этот взгляд, просто две тумбочки с кнопками, да, казалось, что в них сложно. Так вот, посмотрите, для того, чтобы они заработали и показали характеристики, их нужно правильно подсоединить. Нужно сделать так, чтобы та электронная часть электронной начинки, которая в них есть, смогла бы с другой скоррелировать ей, чтобы они смогли запуститься и выдать корректные характеристики. Если этого не сделать, то мы не сможем ничего добиться. И еще, что важно отметить, почему все тут долго происходит. Есть такое понятие, как доступ. То есть мы неоднократно говорили о том, что двигатели, которые мы сейчас пересчитываем, да, и снимаем характеристики, они должны быть сертифицированы для того, что уже давно были написаны, и та аппаратура, которая использовалась при этом писании, зачастую может выглядеть до банального опроса. Например, веревочка смает никому, где мы что-то меряем, да, а здесь какая-то сложная техническая машина. Как сделать так, чтобы то, что померили мы, действительно подходило под этот пост, если в нем написано «веревочка смает». Ну, я, конечно, локулирую, но принцип заключается в этом. Поэтому этим тоже занимаются сотрудники, это занимает огромное количество времени. Я попрошу следующие слайды. Ага, следующий слайд у нас не точно. Ну, пока пытается включить следующий слайд. Нет, не может. Ладно. Значит, ну, давайте сразу тоже следующий. У нас получится щелчить или нет? Нужно останавливаться на каждой фотографии. Останавливаться, да? Ну, здесь вы можете видеть источник питания. Насколько я понимаю, давайте дальше сразу полистаем на батарею. Давай покажем батарею. Ну, это не батарея, это как раз один из используемых двигателей. И, в принципе, давайте сделаем по-другому. Не нужно останавливаться на слайдах. Раз они у нас идут, давайте расскажем так. Смысл в том, что очень много аппаратов, очень много техники сейчас на нашем участке и в лаборатории уже присутствуют. Часть из них, точнее, дополнительная аппаратура, она заказана, она оплачена, и мы ждем ее прихода к нам. Дело в том, что, когда мы находимся непосредственно на территории Сэблмаша, здесь все выглядит очень интересно. Каждый день можно снять какой-то контент, каждый день можно что-то вам интересное показать. Но нужно быть реалистами и понимать, что для вашей безопасности мы не можем показывать некоторые вещи, которые происходят на территории. Что я имею в виду о безопасности? Если мы говорим о партнерах и инвесторах, то вы заинтересованы в успешной реализации проекта. Ну, я так подозреваю. И, соответственно, коммерческую тайну нельзя показывать в общей публике. То есть, если, скажем так, кто-то увидит определенную информацию, это будет определенным поводом для того, чтобы, ну, скажем так, так или иначе помещать реализацию проекта. Этого делать нельзя. Другой момент. Постоянно происходит огромное количество встреч, переговоров с различными представителями различных компаний. Об этом тоже Дмитрий Александрович неоднократно говорил. И здесь, фактически, тоже зачастую нельзя это разглашать. Потому что подписываются бумаги о разглашении, собственно, вот этих всех нюансов. И поэтому мы показываем вам то, что можно показать. И здесь я вас могу уверить, что человек, который находится постоянно возле Дмитрия Александровича, даже давайте так немножко вам расскажу, пару слов о себе, да. Как я попал в проект? В проект я попал очень просто. Мне предложили прокатиться на электровелосипеде. Я согласился, пришел, прокатился, испытал колоссальное удовольствие. И, собственно, вот теперь я в проект. Это самый быстрый, наверное, рассказ, как можно в него попасть. Но, скажем так, после того, как я заинтересовался этим мотор-колесом, конечно же, я хотел сразу его себе приобрести, мне сразу начали рассказывать постепенно о том, что здесь происходит, чем мы занимаемся. Хочу напомнить, да, мы занимаемся асинхронными электродвигательными промышленными образцами. Это основное направление. Поскольку лесу является тоже продуктом. И можно сказать не то, что второстепенным, но одним из возможных продуктов. И вот здесь нужно понимать, что если мы говорим о, скажем так, об экономическом эффекте данного проекта, об экологическом эффекте, то данный проект имеет колоссальное будущее. Почему? Потому что, давайте на минуточку представим, что дает данная технология. Данная технология дает возможность экономить потребление электроэнергии во всем мире. Если мы с вами на минуточку представим, что данная технология позволяет по некоторым данным экономить до 60-60% энергопотребления, то есть в зависимости от любого рита и конкретного решения, то мы можем представить, что мы сможем, благодаря сэкономии электроэнергии, предоставить ее в тех регионах, которые, если скажем так, ярко выражены нехватно. Или мы можем начать производить меньше электроэнергии, за счет этого мы получим определенные экономические эффекты. Или мы можем просто улучшить экологическую ситуацию, путем того, что мы перестанем ее, собственно, добывать. А, как вы знаете, способы добычи электроэнергии в нашем мире, они ведь сейчас, в данный момент, все являются опасными для экологии планеты. То есть, фактически, участвуя в проекте, мы все с вами заботимся о нашем будущем, о будущем наших детей. И, в принципе, я даже не преувеличил. Действительно, так. Это факт. Можно я тебе чуть-чуть подобрал? Понимаете, да, почему теперь Саша у нас ведет видеоролики? Да, друзья, Саша, можно я тебе попросить на вопрос буквально? Скажи, пожалуйста, вот такие некие, чуть приземленный вопрос свой. Сколько работает Дмитрий Александрович, да? То есть, ты каждый день практически в офисе, да? То есть, вот, расскажи там, из чего, как тут происходит эта работа просто? Многие вот не видят там изменений, вот поскольку там приходит в офис, что он там делает? Как он там, как к отношению у него там с сотрудниками? То есть, ну, вот это весь, это внутреннее. Хорошо. Значит, что касается этого, здесь я вам... Дмитрий Александрович приходит рано утром, как правило, это происходит, ну, вот, я скажу, как правило, попадаю в офис к часам десяти, да? Потому что я поздно монтирую, и мне нужно немножечко поспать. Но когда я прихожу, он всегда стоит уже на месте и сильно занят, потому что он находится или в лаборатории, либо находится в офисе и решает те или иные вопросы. То есть, я так подозреваю, что раньше в девяти часов он может там спокойно появиться. А уходит он по-разному, тут все зависит от обстоятельств. Но в любом случае он отрабатывает полные рабочие деньги, периодически он может даже задерживаться. И, скажем так, та интенсивность работы, которую я вижу с его стороны, она действительно поражает. Потому что это человек, который может заниматься как какими-то производственными процессами, да? Ну, снятием характеристик и прочего, он же дает определенные стежные указания, а были ли он только всему по финансовой части проекта, я веду посредственного СПП, да, вот там в офисе. И действительно, как-то человек занят постоянно. Внушением занимается еще очень активно, на что вы не понимаете, но внушает. Очень-очень активно, да. Вот это прям неотъемлемая часть производственников, уметь внушать. Сколько человек работает сейчас? Скажи, пожалуйста, а в офисах, везде, в производстве? Я точно не скажу цифру, но я не могу сказать, что она на данный момент огромная. Скажем так, вот я могу посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, порядка 15 человек, которых я вижу, в принципе, постоянно. В технологической части, да? И так, да, в офисе? Ну, здесь я еще, наверное, человека 3-4 из бухгалтерии представил. Но в целом, то есть вот в технической части занято порядком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь человек точно. Да. А есть вот вопросы задания, вот такие, совсем простые. По офису кто-то хотел приехать, что он бы там хотел увидеть? Вот что бы, вот Сашка может, просто вот человек оттуда изнутри, да, который вот, есть вопросы какие-то? Если нет, да, по этой части просто мы решили ее осветить, да, посмотреть. Саня, спасибо тебе большое, да, потому что у вас добре. Спасибо большое. А теперь я хочу пригласить Пашу. Я справился с Кемзаконским. Я занимаюсь в проекте с первого дня. Я занимаюсь, так называемый, активный участник проекта, партнер, занимаюсь вовлечением участников проекта. В моей структуре, в команде шесть тысяч человек, уже даже больше. Также, в следующем день, на интернерах и листула Севиноград. И я в команде по развитию партнерской среде. Подскажите, пожалуйста, есть ли партнеры, примените руки, которые, такие же, как и я, активно и увлекают предприятие проекта? Есть ли такие? Собер. Я думаю, у вас достаточно много здесь, но оказалось, что не так. Наверное, всех выпустили в парк из-за грозы. На самом деле, так и есть. У меня далась хорошая новость. На сегодняшний день мы готовили систему образования партнеров и систему аттестации. Для чего мы это готовим? Среди партнеров мы будем являть лидеров регионов для дальнейшего их обучения и аттестации, для того, чтобы они стали региональными представителями в своих регионах. Для чего это можно? Посредством региональных представителей мы будем организовать регулярно предприятие, презентационные проекты в регионах и странах. Хотел бы вам сказать, кто хочет стать среди партнеров региональным представителем в своем регионе среди наших гостей. Я бы хотел подойти ко мне, когда будет свободное общение после, кофе-фейка и пообщаться по этому поводу. Спасибо вам большое. Рад вас видеть всех. Друзья, я хочу сказать, что Паша, у кого ваши близкие, знакомые или кто должен был приехать, действительно, парк где-то 2 часа назад закрыли. То есть в парк не пускают больше людей и еще хуже всех отсюда выгнали, кроме нас. Поэтому нам, в общем, с этого корабля тебе деваться некуда. И в этом только одна проблема, что, возможно, если что-то будут читать, то говорят, что на улице мы не сможем покататься. Но это пока не точно. Просто вот так. А, ну вот, вот уже и точно. Так, дальше следующее. Следующая часть. Друзья, у нас есть еще свободное время у вас там пробельчики. Я предлагаю сейчас... Кто помнит, на прошлый раз у нас высыпали партнеры, и это очень, ну, впечатляюще, да? Друзья, партнеры, инвесторы, кто хочет, у нас есть примерно 15-20 минут. Прошу вас выйти, да, поделиться своими историями. Как Паша рассказал, как Саша рассказал. Кто вот из сидящих здесь? Да, пожалуйста. И мы сейчас разыграем как раз. Давайте я предлагаю тех людей, кто в конкурсе начали участвовать, и кто не участвовал, но кто хочет поделиться, задать вопросы, пообщаться. Чего ты стесняешься? Вы же вроде не первый раз. Да, не первый раз. Выходите, пожалуйста. Да, я уже. Сейчас должны выйти первые три, и потом вынесутся. Так что давайте, не будем. Вы не в этих диагностях меня. Выходите, пожалуйста, друзья, партнеры, кто с вами давно, кому есть что сказать. Нет, я просто включу. Давай, пожалуйста, вот все, что угодно. Вот микрофон, друзья, пожалуйста. Конечно. Здравствуйте, меня зовут Денис. Я вышел сюда, ну, может быть, потом что-то скажу. Я просто хочу поблагодарить вообще всех, кто здесь сейчас присутствует. И я хочу всех поблагодарить, кто поучаствовал на данный момент уже в этом проекте. Хороший светлый такой, замечательный проект. Вот. Хочу поблагодарить организаторов. Мероприятия, на самом деле, очень живые такие, динамичные люди. Прям приятно посмотреть. Очень хорошая организация, мероприятие. Я заметил, что идут и вопросы, и заметил, что на каждый вопрос есть ответ. Это очень здорово. Никто не ждет вопрос-ответ. Чувствуется проработка этого проекта до мелочей. Еще раз всех благодарю. Спасибо. Всех хорошего настроения. Друзья, я вам спасибо большое. Посмотрите еще. Кто здесь сейчас, но у кого еще нет монетки? Я. Вот. Давайте. Идите все сюда. Мы сейчас вам вручим и сделаем фото. Да. Давайте мы сейчас выходим. Нет. Выходите, пожалуйста. Давайте. Надо в лицо узнать своих героев. Кто участник клуба 1000. Участник клуба 100. И еще не имеет монетки. Или у него есть близкий, кого он встретит. И у кого тоже нет монетки, но он участник клуба 100. Да. Поэтому давайте мы сейчас фото сделаем. И... Да. Клуб 1000. Друзья, давайте пока всем раздают. Да. Мы продолжаем эту историю со свободным микрофоном. Друзья, вот здесь давайте сделаем центр, пожалуйста. А то еще... Да. А, и велосипед можно обступить, если получается. Не завалите его, пожалуйста. А... Кто... Да, здесь, здесь. Да. Продолжайте, пожалуйста. Всем добрый день. Ну, наверное, уже видели, я выступал один раз. А... Я что хочу сказать? Что когда, естественно, я узнал о проекте, узнал от своего знакомого с прошлого проекта, ну, естественно, как все нормальные люди, я залез в интернет и в первую очередь нашел, что же плохого есть об этом проекте. Ну, и когда я нашел, а вы знаете, что всегда что-то есть о проектах плохое, ну, и как только я нашел, я сразу решил, что, значит, этот проект нормальный. Раз пишут плохое, значит, это... Ну, как? Пишут же всегда почему-то. Вот. Ну, я, естественно, зашел в этот проект. Ну, про проект я могу сказать одно. Если вы интересовались вообще, какое сейчас развитие будет у двигателей нового поколения, то вы, наверное, видели, что сейчас практически очень много развивается в этом плане. Китай финансирует в Германии порядка 70 миллионов долларов для того, чтобы у них было это развитие. Вот. Отсюда задается, зачем нам у кого-то что-то брать, когда у нас есть свое. Поэтому, я думаю, мы все однозначно будем работать в нашем проекте, в российском, и развивать его, и делать все для того, чтобы был положительный результат. Так, кто еще хочет вообще выступить? Паша Клец? Паша Клец? Один. Паша Клец? Один. Да. Где микрофон? Один. Один. Разрешите микрофон. Я, в общем, хочу сказать всем присутствующим, то здесь Люди собираются, в основном это какие-то технари, инженеры, строители. То есть люди с этим связаны. То есть самые такие люди, которые двигают цивилизацию. То есть которые строят цивилизацию и просто отвечают за наше будущее. Я просто хочу всем сказать большое спасибо. Вы по очереди микрофон наберите. Никто не поделает. Да, да, конечно. Значит, я расскажу немножко о себе. Владислав меня зовут, я уже говорил. Когда я пришел в проект, для меня было очень важным личные качества нашего Дмитрия Александровича Дуенова, нашего руководителя и вдохновителя. В этом человеке как бы сочетается с одной стороны порядочность, профессиональность и стержень, который помогает ему как бы доносить до людей свою идею о том, что все должно делаться правильно, все должно делаться по справедливости и так далее. Именно во многом благодаря этому я посмотрел два, три, четыре, пять вебинаров, все. Для меня все стало ясно, что этот проект просто обречен на успех. Поэтому я даже решился на такой шаг для себя, немножко тяжелый. Ну, как бы я являюсь мотоциклистом, вот, и мне пришлось продать свой мотоцикл. Кто мотоциклом владел, ну, или ездил хоть раз, тот знает, насколько как бы важно для человека его, как бы, транспортное средство двухколесное, в которое вкладываешь душу и так далее. Вот, я решился на этот шаг и сразу стал участником Клуба 1000, чего и всем, как бы, желаю. Спасибо. Тяните руки. Кто хочет сказать, что... Друзья, да, если есть кто хочет сказать, welcome, что же вы стесняетесь. Я полностью поддерживаю предыдущего выступающего. Для меня тоже самым главным моментом была личность Дуюнова. Дуюнова. Дуянова, неважно. И хочется низко ему поклониться, что он не продал это все за рубеж, хотя я думаю, что долго терпение многих изобретателей закончилось тем, что они просто продали свои технологии за рубеж. И хочется большое спасибо сказать вам всем за то, что вы поддержали этот проект, за то, что он остался в России, за то, что он будет развиваться, он будет, безусловно, успешным. И я думаю, что это будет не последний наш проект с этой же командой. Успехов нам всем. Игром это подтверждает. Я, Лаверды, хочу сказать предыдущие выступления. У Любины есть, есть и будут. И они у нас и переведутся на Руси. Друзья, ну не буду вас смущать, да, больше. Я вас благодарю. Пособенно благодарю участник Глубоста. Мы вас отдельно выделим. Чемпионат, прошу, присаживайтесь. Еще не заканчивается мероприятие. У нас финальная, обычно, самая приятная часть, ради которой многие из вас тут до конца и остаются. Я не про фуршет. Кто монеты не получил, пожалуйста, подойдите. Да, получите. Значки все все получили, да, Паш? Welcome. А, стопы. Мы же не разыграли. Друзья, пожалуйста, 12, наши 12 участников, которые были у нас сейчас выступали в начале. Породите сюда, давайте мы их среди вас быстро разыграем. 12 капиталов команд, которые с утра, у нас здесь были на сцене. Выходите, нам нужно среди вас самым справедливым методом определения победителя. Так, раз, два. Так, ну что, кто не вышел, если из его команды есть человек, то выйдите сюда, пожалуйста. Так, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Восемь. Был? Давай, девять, десять. Еще один. Девушка. Девушка, так. Так, тянем по одному листочку. Берем там, подошли. Так, раз, два, три. Так, пожалуйста, пожалуйста, разбираем. Нет, нет, пока нельзя разворачивать. Так. Да, любой. Желательно тот, где написан победитель. Да, давай. Так. Давай. Так, и у меня остался один, я не знаю, чей это. Это, наверное, мой. Я не понял. Ну почему так? Открывайте. Да, то получится, что сговор. Так, и кто победил? Оооо. Ну, если честно, голосованием, я думаю, был бы такой же результат. Поэтому я поздравляю, это аплодисментарм. Мы запишем, возьми данные всей своей команды, телефон, почту, имя, отчество. И принеси мне или Паше. Все, благодарю, присаживаемся. Теперь самое, да, опять же, благодарю. Приятного. В следующий раз. Нет, окончай, окончай. Паша. Да. Друзья, я прошу вас присесть, я прошу вас попозже сфотографироваться, потому что мы еще не заканчиваем это последнее минутное выступление. И после этого у нас фуршер, фотографии, и если там все в порядке, то погадайте. А тут вопрос не будет? Все, да. Да. Так, ну я надеюсь, что монеты все получили, с тем, где не стоял. Потому что, по-моему, ко мне было еще несколько человек подошло. Кому-то эти монеты не достались. Сразу выборю, кому нужны монеты. Участливый клуба тысячи ста. Подходите, вот здесь стол стоит. Тут же есть, кстати говоря, Горыныч. Я думаю, что те, кто в проекте давно знают, что Горыныч, одна из его разработок, Дмитрия Александровича Дуйнова и его команды. Разработка, которая уже более 10 лет на рынке присутствует, которая успешно продается. И которая во многом и из денег с продаж которой, во многом и поддерживался проект Дуйнова до момента старта финансирования. Поскольку в течение 23 лет он думает, что он будет существовать на собственные деньги. Вот благодаря тому же самому плазморезу Горынычу это и произошло. Поэтому обязательно ознакомьтесь. Все. Друзья, давайте буквально последние 10 минут нашей встречи, официальной части, и вернем как раз к тому, что мы сейчас все и начали делать. Та самая информация, которую сейчас, как я его в конце объявили, я думаю, это будет достаточно логично. Все знают, что самые главные несколько новостей, которые сейчас проект ожидают, именно по направлению инвестиций, это, конечно же, данное мероприятие отчетное, и смена инвестиционного этапа. Тут есть люди, которые не знают, что такое смена инвестиционного этапа, что за этапы в проекте есть, да, есть люди. В общем, проект взглян на некие этапы, когда доли инвестиционной компании продаются по одной цене, когда компания переходит на следующий этап, выполнив некоторые цели. Соответственно, начиная с этого момента, условия для инвестирования становятся менее приятными, скажем так. То есть сейчас акции продаются дешевле, чем они будут продаваться там через несколько недель, другими словами. Именно это сейчас и происходит. Всего 3 года разделено на 20 этапов. Сейчас мы переходим с 4-го на 5-й инвестиционный этап. А когда это произойдет? Это произойдет 6-го июля. То есть 6-го июля, последний день, когда будут действовать условия инвестиционного этапа. Поэтому, если у вас есть намерение принять участие в проекте ДУИНО, то было логично сделать это до этого срока, чтобы купить акции на тех условиях, на которых они больше продаваться никогда не будут. Дальше они будут продаваться, естественно, только дороже. Соответственно, хочется подвести некие итоги. Почему? Именно сейчас переход на 5-й этап, чем открылся 4-й этап. На мой взгляд, это был один из самых важных. То есть каждый этап был очень важен, но когда оборотишься назад, думаешь, как вы раньше уже без этого жили. Соответственно, что же произошло на 4-м этапе? Почему действительно такое важно? Почему не стоит поговорить? Ну, конечно, первое, это завершение инвестиционной схемы. Это то, что теперь у каждого инвестора в личном кабинете есть договор инвестирования, есть приложение к нему. Теперь абсолютно каждый инвестор может получить сертификат на свою новую компанию. Причем, когда многие спрашивают, это только в личном кабинете, или это можно получить как-то вживую, с печатьми. Да, это можно будет получить вживую, с печатьми, потому что скоро это будет реализовано. Как желающий сможет данный сертификат себе заказать и иметь понимание о том, что у него есть договор, и есть сертификат на его новую компанию. Это многие ждали, и это будет реализовано. Что из других, да, составляющих проекта, именно из направления разработки, что не посвящено с этим, это, конечно, то, что именно на этом этапе был завершен монтаж всех основных углов, всего основного оборудования во всех влечениях компании. То есть тут на этом участке еще работают и идут, но основное все уже установлено. То есть именно на этом этапе, который уже что. Ну и, конечно, две самые такие важные новости в последнее время, и такое ощущение, что мы жили с ним не всегда, но он действительно с ним не прошел, наверное, месяц назад. Конечно же, первое, это тот самый договор, где компания обязуется застроить наше предприятие, в случае, если мы не сможем делать с помощью правильного лестница. И на то, что это случилось, может, 200-1,5 назад. То есть еще полтора месяца назад у нас был риск быть недофинансированными. Буквально недавно, от этого практически рисков были избавлены, благодаря этому договору. Кроме этого, это, конечно же, то, что был найден друг «Премлестер» на строительство завода «Черплыкино». Утащил что-то такое. Дело в том, что Дмитрий Александрович Глинов еще давно уже вел переговоры о строительстве предприятия, которое будет выпускать осинхронные электродвигатели уже с применением какого-то славянка. Достаточно долго эти переговоры шли, там, несколько лет. И именно сейчас, в мае, эти люди, которые хотят построить этот завод, нашли себе инвестора. Этот инвестор дал добро. И когда все бумаги эти будут, все эти взаимоотношения будут регулированы, это предприятие в Липецкой области, вероятнее всего, станет одним из первых крупных заказчиков технологии. Ставят для массового большого производства. И это произошло только вот так, как это такая хорошая новость, мне кажется, что навсегда было. С ними гораздо спокойнее. Это вопрос о том, мы уже спрашиваем, да, есть ли реальные заказчики, а есть ли люди интересующие технологии, да, из большого бизнеса, из крупного. Они есть, и это не на уровне разговоров, это уже на уровне именно финансирования тех проектов, которые будут, ребята, потребителями с полуги Дуидолга. Это, конечно, такие вот основополагающие события. Но если кто-то помнит еще события, которые вы считаете наиболее важными на прошедшем этапе, есть такие, или вроде бы все сказал? Ну, вроде все, да, это хорошо. Ну, соответственно, да, настало время переходить на новый этап, и этот этап действительно важен не только потому, что это смена этапа, но и потому, что это не такой века, когда мы отпразднули фонд с момента начала финансирования. Кстати, скажите, а кто был ровно год назад на нашей конференции? Вот ровно год назад? То есть мало, да, людей здесь? Практически прям все, да, плюс не были. Это интересно тоже. Вот видите, народу года, конечно, меньше сегодня. Так что прогресс, он налицо. Так что, друзья, соответственно, думайте, принимайте решения. Остало совсем немного до смены этапа. Компания переходит на новые уровни развития, новые задачи, новые цели. Соответственно, таким условием для инвестирования, как сейчас, уже никакой не будет с компанией. Кроме того, вы, конечно, хитрые, поэтому мы сразу продумали гибкий маркетингинг фон на данное мероприятие. С другой стороны, мы делаем это постоянно. Те, кто уже присутствовал на нашем мероприятии, знают, что мы так делаем. Каждый из вас, пришедший сюда, получил зачет, да, о том, что он присутствует на этой большой конференции. Кроме этого, он получил, как это, как, некий флайер с акцией плюс 5%. Что это значит? Это значит, что присутствующие на данной конференции, кроме того, что еще могут успеть поучаствовать в проекте или условиях четвертого этапа, могут еще инвестировать, начиная с этого момента и до конца этапа, до 6 июля, использовать этот купон. Этот купон. Что это значит, вернее, как его использовать? На приобретение пакета на 2000 долларов или больше, независимо от того, в рассрочку или не в рассрочку, главное, чтобы это был новый пакет, независимо от того, если у вас этого пакета не было, приобретая такой пакет, вы получаете бонус плюс 5% к своему инвестиционному пакету. Это такой приятный бонус для тех, кто сегодня сюда приехал, для тех, кто сегодня здесь присутствовал, для того, чтобы вам было некое преимущество, скажем так, перед теми, кто сюда приехать не захотел. Такая благодарность компании за то, что вы поддерживаете нас, за то, что вы приезжаете на эти встречи. Как ее использоваться? Когда вы приобретете инвестиционный пакет, вам нужно будет написать техническую поддержку, указать уникальный код, только его нет, то у вас ухаживаемый флой, дуально используется можно один раз, и получить тот самый приятный бонус, который помимо 4 этапа даст еще и свои приятные воспоминания о данном мероприятии. Друзья, Сергей, есть что сказать? Если есть кому что сказать, можно еще, наверное, пару. Друзья, смотрите, да, у нас все равно есть чуть-чуть время. Если хотите, что сказать, но я что-то не понял, почему ты это и хочешь сказать, но это хорошо, мы, наверное, столько раз вам все это уже говорили, что у вас вопросов не осталось. Сейчас у нас куча времени, огромная дождь за бортом, и свободное время общения в Зелфуршет, ну, и как в Уфуршет, в Кофебрейк, который заканчивается. Давайте я друг друга аплодирую. Всем спасибо, кто пришел. Здесь такая достаточно уютная атмосфера теперь будет, потому что если вы глянете в одно, вы поймете, что здесь прекрасно. Прекрасно.